здравствуйте дорогие мои дорогие теперь уже с нормальным звуком я вас приветствую на второй попытке запуска сегодняшней вечерней трансляции черкните как меня слышно на этот раз и мы с вами уже поедем как я надеюсь не все бывает так просто как хочется жизнь такая штука да и никакой же македонский здоровье только что открывал века чтобы типа переделать ссылку и видел твое сообщение просто не посмотрел так как я сам решил эту проблему я вам расскажу кстати эту хуйню сейчас как это решается потому что как я понял вы в этом деле нихуя не понимать хоть тоже являетесь пользователем пк на вот чтобы вы знали не все так однозначно все окей но я как бы сам знаю но все равно хорошо сейчас видишь уже вот висит типа этот микрофончик чтобы вы знали на компьютере есть такая хуйня которая называется параметры звука но это не те параметры звука которые вам нужны вам нужна дополнительная хуйня с параметрами звука которая относится к вашему звуковому драйверу в моем случае это реалтек этот high-definition sound и вот там уже ты можешь подключать микрофон гарнитуру или прочую какую залупу есть еще третий версия конечно это нужно непосредственно в самом OBS наладить но не все так просто не все так однозначно поэтому как говорится приобретайте пк это залупа на века она очень здорово прикручивает вас к обоссанному стулу качайте торренты лепите таблетки и будьте счастливы как говорится да в общем сегодня у нас прекрасный день с чего бы хотелось начать с новостей есть такая пропагандонша на федеральном первом канале екатерина стриженова она называется она выступает там с монголом или еще там с пляшивым чертом с одним и дело не путайте это не мятежник никакой нет тот прям реально хоть мухи на нем подскальзываются привет привет таня здорово всем всем приветище и вот какая история но это екатерина стриженовой несмотря то что он неплохо выглядит свои годы у нее есть дочь и это дочь буквально сегодня давайте порадуемся за нее само собой родила двоих детей счастья им здоровья ну в принципе они в тех широтах наверное гораздо более вероятно обеспечены нежели в эти так дело то заключается в том что как бы понимаете родила на их соединенных штатах ебучий блядской обоссанной америки вырожденец вот до чего доводит увлечение консолями мозги атрофируются к примитиму привыкают диск вставил играешь поэтому не даром пока бояре гойда слушай за эту гойду не грехов поднять у меня кофеечек здесь всем мы всем здоровище но консоль на 7 лет а пока с нами вечно согласен пк купил блять и в гроб его вместе с тобой нахуй закатаю так что согласен громозека ну здравствуй здравствуй здоровище как всегда фильме от 180 и выше можно лицезреть сиськи стриженовой да блять кому это нахуй надо кить сиськи стриженовой все теперь теперь там люди переехали в соединенные штаты объемы блять америки а россиянским чихакбилем она будет ссать в уши насчет того как там все нахуй блять пиздец загнивает если что я за социализм абсолютно поддерживаю это верно это хороший тезис он так работает пацаны если что я за социализм при любой хуйне я за социализм это нормально так что вот катерина стрижение и все остальное вот это вот наша злупоглавая блять рать во главе с соловьиным пометом они еще нормально так на народец как бы на наш поработать так что слава богу да конечно читаешь вот эти вот самые новости еще сегодня но здесь уже мало чего весело в этой самой новости видел я какой-то очередной там суд причем непонятно почему но там по моему мать она пытается добиться каких-то прав для своего ребенка 14-летний малый но у него там определенная стадия дцп он плохо передвигается и фишка в том что конечно пошли же ей навстречу и организовали суд на каком-то там этаже собственно судилище вот это вот пацаненок он по лестнице там со своим недугом кое-как пол спускался никто из наших товарищей доблестных полицейских ему не помог ну как же так такой грустно до 14-летнего пацана то своими хлипкими обоссанными ручонками поднять вы только не подумайте нет ни у них ни никоим образом вот как бы на россия матушка так что все в порядке главное что у вас там драйверы а что про афродеревню ну видишь афродеревни как бы двигаются в нашем направлении а чё нет нормальная гойда я считаю нашим барышням нужно немножко как-то чуть-чуть поразбавить свои иногда моменты времяпрепровождения жирножопа и вот эти всякие виталямбусы нужно немножечко как чуть-чуть так поднадоели малехонько на тут как бы чернотой разбавить и бог бы с ним приплодом больше приплодом меньше вообще не важно никоим образом да не об этом по большому счету так что да если будет на них какие-то знаете там еще давать квоты если будут как бы ну в принципе за все это дело ах вот и наземная валюта пошла лёх купил сегодня предзаказал модерн хурдур 3 за 100 баксов грязная никому не нужная валюта рубли не хотят брать потому что боятся нашей святой валюты а вот я блять тебя поддержу потому что суд ёбаные пиндосы нашего-то крепкого рублика а здоровище тебе и вот на самом деле серьезно так оно есть наш рубль его как не ебало в какие стороны его уячила не резила как бы то ни было вот понимаешь существует ведь хороняка ведь жив-здоров ведь понимаешь вот есть ну неважно там нули прибавляли отрезали так как меняли купюр у юры сейчас там снова никому не нужны эти 100 рублевые бумажки вот это все уже давным-давно зато он есть понимаешь разный такой секой постоянно меняющийся ведь в принципе россия это такая штука это не постоянство постоянные лишь пивные вырожденцы и прочее скам а как бы у них то природа внутри такая очень крепкая понимаешь там душа вот прям теплится сука держится мощь то российская да русичи то настоящие скоро по гойде пойдут как надо на вашингтон только попозже только само собой не сразу вот эти вот знаете великолепные дела конечно которые происходят я блять чертовски рад вообще вот так как так как что не все так однозначно просто ну как вы знаете да время то такое сам себе не про муж стриженовый кстати брал интервью режиссера фильма крым на канале издал ух это как так случилось то наверное скорее всего никакой ангажированности при этом не присутствует короче я вам расскажу какого цвета не валялся теленочек все равно виталик ну да есть такая тема какой же он еще будет и теленочек ну кто ты думаешь афротец на него будет свое время тратить в хуйму не впился там какой-то вот этот вот сам это там байстрюк блять бегать там непонятный зачем нахуй ну надо афротец пойдет другие как бы папа колачивать а это все оно по большому счету не сдалось одним больше одним меньше но девах там еще родит от каких-нибудь других афротцов поэтому абсолютно нормальное движение я считаю что нет нам всегда нужна свежая кровь руси чем-то крепким да так как нация уже окрепла до такого уровня что 300 спартанцев это просто хуйня какая-то ну паста которую знаешь там на хлеб мажут так что как бы неплохо нашу могучую кровь то уже немножечко чем-то в том числе и поразбавить ну разве не так вы считаете я считаю абсолютно верное движение ну пусть нам товарищи соловьёвы которые конечно никоим образом не соловьёвы за русскость различную вкладывают да а вот эти вот чувачки ну пусть там бояры всяких опихожих а чё нет то я считаю как бы в этой стране записан нормальный приговор для развития без конца вот как бы с концом и без конца не с нашими вождями со всей этой хуйней которая происходит всецело поддерживают абсолютно разделяя все эти веяния движения трения я буквально а сегодня вот до записи стримчанского в два подхода там буквально проведем деминацию конечно проведем блять и не только знаешь и динаминируем и потом номинируем кого-нибудь еще и на оскар блять кого-нибудь отправим всю хуйню сделаем все будет вообще по красоте по чистоте я тебе все как нам нравится и водочки за это дело пизданем и пивком шлифанем и в общем ну все будет чин чинарем все как полагается и посмотрим многочасовой видос стасяна и гоблин на там или еще что-нибудь еще к чему я вот эту вот тему то поставил насчет стасяна и гоблина я посмотрел интервьюшку его подъем черный демонт ну а как а как ты хотел македонский ну а как ну нужно же братушек поддержать а кто у нас ближе братушки ну насколько ты знаешь украинцы которых простонародье обывательском кличут не иначе как хохлы это наши злые вороги блять посмотри на них ты видишь волос непонятного цвета глаз раскос и сами не пойми какие а вот черные там мгон бы это это наш ближайший братушка понимаешь он был будет в бубен блять бить ну конечно там вот этот вот свой там национальный мы будем рядом хлопотать понемножечку принеси подай вот это вот все нормальное движение понимаешь я считаю все в порядке лишь бы только бля капитализма не пришел в эти земли понимаешь лишь бы сока вот только вот капитализм вот здесь вот никак бля рядом был он не шарохался не шараёбился рядом сука только не стоял с этим блядским виндусом знаете тоже по этому поводу его же там теперь обновить нельзя да официально там вот это все ну закончились продукты чего хотели я говорю с этим звуковым драйвером какая история это когда мы смотрели с вами там дебат стасяна я же хотел подключить гарнитуру а нихуя я тоже ебался там нужен другой там звуковой драйвер ставить там что-то еще там такое непонятное пизду там понимаете а другой звуковой драйвер нельзя поставить потому что заходишь на официальный магазин microsoft где там типа драйвера и все такое тебе говорят все балалайка бля балалайка сос ну там нужно день тискать наверно каких-то сайтах там с торрентами или где-нибудь еще а забавно что стас более год называла габлача редкостно да ну называл и называл как говорится понимаешь не в этом дело не я не смотрел этого еще габлача я посмотрел с бондаренко эфира я такой думал ну я не дико смотрю бондаренко как дети но но эфир был хороший я вот прям реально с интересом в два подхода я утром начал смотреть там всякие дела потом вот вернулся незадолго до стрима и включил и прям вот с интересом дослушал да ну бондаренко конечно молодец но блять но я не ожидал конечно что стасян ну да такого скатится просто ну не знаю это очень низко все равно такого рода поведение ну ну понятно да и ну все равно как видно знаете определенного рода на армаркор 6 да уже есть на лайв канале ты че уже ну как бы там небольшой такой шортс насчет армаркор есть есть и вот ну как-то знаете но это как ну ну просто совсем ну по-человечески мерзковато да когда ты буквально там сидишь на этих самых там соловьевских зарплатах все дела и такой бондаренко а вот на что там тратятся тебя ебет на что тратятся донаты да пусть хоть на продажных африканских женщин какая разница ну все такой чел ты же сам ну как бы этим занимаешься че такое не ну бондаренко все равно молодец вот я говорю вот этот эфир я с интересом насчет габлача просто было бы хуй его знает ну во первых он недолгий в конце концов не приходи не придется долго мучиться да если что но с другой стороны там хер пойдем да на эльбрус не надо драйверов на эльбрус вообще нихуя не надо туда пехом лучше путешествовать на это самый эльбрус смотришь на все эти дела блять на все те охуенные движения которые происходят нашей федерации просто блять душа радуется ну просто радуется каждый день вот одна одно известие пизжи других дроны каждый день падают не все это блять хуйня все это залупа понимаете лишь бы сука вот armored core привезли вот это вот нормально вот это самое главное бля бедолагом на торренты завезли арморка вот счастье успех удачи нахуй так ты задумаешься вообще бедолага ну как бы такая история что ну ты ну как-то понимаешь ну вот еще чутка еще маленько пару лет и тебе там уже призывной возраст и ну есть вариант ты сдохнешь просто сдохнешь блять все финал финита ля комедия крестик такой не перевернутая как полагается православный ты не думаешь об этом да не да похуй дэм пока торренты качаются пока стасян вещает пока это самое как там его пока эти чувакаридан бьется софниками поэтому поэтому все нормально как бы я считаю поэтому все в порядке что ты здесь блять хуйню какую-то наводишь ты дурачок ездишь блять по своим ким я ебеня не видал играю в armored core ебеней не вижу за хлебом ходит мамка блять для моего жирного ебучего пузо в своем юном возрасте все в порядке за интернет она тоже ну где-то она там въебывает да и хуй бы с ним что нормально все я как бы на ее харчах живу комнатку занимаю там батя который пиздит все что ты хуйню какую-то несешь блять где какая разруха я блять разрухи не видал когда торрент четвертого анчарта докачал нахуй а все в порядке так бы все нормально ты какую-то хуйню блять на своем этом на своем китайском ебаном мосоцикле ебаный дурак чё ты еще свои это фотошопы нахуй мне заниматься вообще какой-то собой глупости какие-то книжки читать это все это хуйня блять вот этот нормально вы знаете вот хорошо бы вот вот вкачать я не знаю вот нормальные декалы блять для жопы моего механоида из armored core вот это вот я считаю вот это нормально это хорошее жизненное движение не много не мало так оно и работает на самом деле почему ты беспокоишься что негры будут с девушками тебе и без них никто не давал согласен чувак ну посмотри на меня кто же мне мог давать ну посмотри на меня знаете на самом деле было бы забавно ну как бы то ни было все равно та самая ща погоди извини но забаню тебя за то что иничтожен сквобосанная так интервью паня сообщает больше 15 минут не вывез но пани такой конечно неоднозначный персонаж но что поделать не вот понимаете насколько на самом деле извращено понимание да когда перед ними сидит можно сказать вот этот вот греческий бог воплоти что на превью бедалка тебе знаешь на самом деле если мне ну это же вы иерархически потому что как ни крути ну да мы все равно отталкиваться от внешнего это же кем надо быть блять представляете если я среди этой нации обоссанных блять врожденцев для дам ну по визуальному облику котируюсь на самом где-то низу прикиньте какие там просто блять аполлоны ебаный насрал и прикинь а вот это вот сраная чушка сейчас пошла и не знаю там свои вот эти вот пупларские складки и да да так оно есть так оно есть бедолага ты абсолютно прав я с тобой согласен так оно работает алекс иноземная валюта привет из израиля съебали год как поздравляю оставили хату в москве сейчас нашел тут работу по профиле сидим женой слушаем твой стрим за ужином гойда поздравляю вас по репатриации наверное согнал либо ты либо она здоровище в общем сидите там и все в порядке так что рад за тебя лёха молодец ну а чё надо уезжать в принципе если так московскую хату не знаю где если у вас находится ну в принципе чё тоже неплохое подспорье можете я думаю сдать неплохая история потому что москву всегда едут как бы люди там все в этом полном порядке вещей ну и вот такая тема но ты меня не слушай какой я дам совет понимаешь кто в конце концов человек моего уровня жизневосприятия внешних данных образование само собой ты же видел тут пояснили что как бы извини извини лёха и как бы и тёлки не дают и слова кое-как и стримы я не вожу так жалкий блять что с меня взять сам себя не похвалишь ну согласен тань согласен это так оно и есть стопудо так вот а черную библию пора читать слушать хрену а чё пк бобер монтируется прямо а ну с присвоением инвентарного номера а ты имеешь что это новое это следующий после эльбруса будет типа портативный такой знаешь это там бобер который сразу туда вставляется пока крот знаешь ну конечно москве цены подешевели но всегда там понимаешь москва всегда москва и питер питер как ни странно немножко в меньшей степени но эти города всегда будут в самые понимаешь самые хуёвые годы когда люди гоняли в москву за колбасой то есть москва всегда будет привлекать людей туда всегда люди будут ехать за длинной деньгой так сказать то есть если в россии она совсем уж станет короткой то там худо ли бедно будет ее все равно побольше потому что москва аккумулирует бабло это абсолютно нормально и поэтому например там ну все равно зависит от места где и как если у вас в выгодном месте есть там какая-нибудь своя жилплощадь вполне можете ее сдавать если вы ну в долгосроке не планируете там жить что и когда то есть как бы это вообще нормальная тема я считаю то есть на это всегда будет востребованность да само собой есть конечно там определенные проблемы но даже видите дроны никого не останавливают по большому счету то есть даже даже на дроны всем насрать то есть люди все равно туда будут ехать потому что человек такое ну блять социальное животное в данном случае его приличает никоим образом не социум а вот эти вот самые банальные денежные моменты да так вот она устроена так starfield оформлял или ждем раздачу слушай а ноги это наверное больше чувакам которые со всяким иксбоксом там или на пк но он же по геймпассу зачем вам что-то оформлять вы же пользуетесь геймпассом собственно вот там потому что зачем тебе его воровать потому что starfield во многом будет жить в дальнейшем благодаря этим благодаря но различного рода dlc там и все такое понятно что эти планеты будут в дальнейшем заселяться хотя с другой стороны хуй его знает как во все это дело успеете потому что история ведь вообще лютая по большому счету этот starfield да и вся вот эта вот хуйня ну типа был baldur's gate 3 теперь armored core и теперь еще блять этот самый там starfield ну вам чем мало игры реально это мне мало и прикиньте рассказывает по этому поводу насчет baldur's gate 3 он говорит история мол такая вышла она вроде в пятницу или когда там это третий baldur's gate и там на сюжетная кампания минимум на 50 да и я согласен я тоже социализм я за социализм так вот и типа на балдур's gate 3 вышел в пятницу да а в иисус что скажешь про протеиновые батончики коктейль пить нельзя из-за камня в почку а так для перекуса с чаем слушать я вообще не знаю я жру все что угодно поэтому касаемо диеты у меня нет тебе никакого совета основная истина кроется в том смотри сейчас закончу насчет этого самого там baldur's нет потом насчет baldur's gate а просто понимаете какое дело в многие из вас смотрят там на какой-нибудь спорт на литературу или что-нибудь еще на как на конечный результат понятно что кто-то хочет достичь какого-то прогресса это это логично это нормально но поймите что такого рода занятие процесс вообще в целом жизнь во многом состоит не из конечных результатов а из определенного рода процессов это нормально так она устроена само по себе то есть допустим если возьмем то же самое там ребенок и прочее появление ребенка это не конечный результат ребенок это процесс на всю твою жизнь в который ты будешь вкладывать в дальнейшем но это более такая глубокая тема как бы то ни было и вот понимаешь фишка в том что если ты начинаешь заниматься спортом уже ну принимай так что это ну как бы в дальнейшем в твоей жизни навсегда я просто детством занимаюсь с определенными ну какими-то там перебивами возможно да где-то с больше интенсификации где-то с меньшей интенсификации но как бы то ни было я ну всю жизнь я типа такой спортивный сам по себе чувак если ты начинаешь заниматься не стартуй со всяких батончиков со всех у не набери определенную ритмику для себя который у тебя но будет работать сама пси который для тебя потому что у тебя возможно разные группы мышц разные связки какие-то вещи ты лучше будешь делать ну допустим у кого там хорошая как там становая тяга да кто там хорошо от груди жмет кто-то хорошо там я не знаю отжимается кто-то хорошо ты со временем поймешь что у тебя лучше и что пойдет то есть фишка в том что многие люди которые там приходят начинают заниматься они сразу там вот сделайте мне диету вот сделайте все не мучай себя сначала почувствуй как твое тело вообще будет реагировать на спорт хотя бы минимум несколько месяцев этому отдай лучше полгода просто позанимайся без особых изъебов более-менее поддерживая ну в том числе свой ритм питания алексей сегодня смотрел документалку про курск лари кинг наш царь с ухмылочкой даренко и да неужели специально тянулись спасением экипажа но много же версий по этому поводу ты знаешь историю касаемо даренко то что высказывал да насчет того что понабрали там людей за 10 долларов просто насчет курска символично был знаешь какой момент один из моряков курска который там утонул у него был ребенок этот ребенок со временем вырос и вот он пошел на сво и ребенок погиб на сво президента 1 2 поколения с пляжа как говорится так вот устроен телегу мнение детей у меня нет я не очень как бы на это дело смотрю нет ну как знаешь это на самом деле расхожая тема что люди с возрастом да они ну типа они не столь очертив голову во все эти дела готовы нырять касаемо детей потому что вот если банально посмотреть опять же опыт и свои знакомые все остальные дела вот подумай теоретически вот даже там меня есть у меня правда мало их осталось бедолаг имеется ввиду каких-нибудь хейтеров но подумайте ребенок это проект на всю жизнь ты у него не просто как бы все он появился и вот как то то есть ну огромное количество бать обоссанных вырожденцев поэтому у них обоссаны вырожденцы дети поэтому в целом мы имеем обоссаны поколение целое вырожденцев поколение я бы даже говорил и вот смотрите подумать есть какой-нибудь бедолага который меня там за что ненавидит консовой там пк обиду либо за то какой я великолепный пожилой донта да как этот вы видели ну чмо какой-то залетал и вот но ведь представьте этот бедолага по факту является чем-то ребенком и вот вместо того чтобы я не знаю там заниматься ну пусть он уже хорошо даже я считаю около в районе 20 лет относительно дети потому что касаемо инфантилизма и всего такого и фишка заключается в том что вот понимаете неужели его родители вот которые держали на руках вот это вот маленький комочек это так называемого счастья они были бы рады что вот их ребенок является чмохой интернет заседателем который пытается какому-то охуенному взрослому умопомрачительному мужику что-то там пояснить точа на него свои уже гнилые от хуёвой еды зубы представляете бля поворот событий вот вот конечный результат твоей этой деятельности вот это вот ребенок вот это обоссанная чмоха сидит вместо того что мог бы ну я уже не буду говорить что могут там паси боже там дрон или другую хуйню употреблять нет но помимо этого мог бы быть я не знаю каким-нибудь там спортивным атлетом могут быть чего-то где-то в этой жизни достигать что-то стараться банально даже делать тривиальные вещи нет вот у тебя вот сидит чмо обоссанная чмо блять на твоей ебаной еще жил площади которые ты кормишь это хуйня даже макароны не научилась варить зато бля в интернете какой-то левел в доте вот вот понимаете один из результатов в том числе это это если не смотреть но типа потому что нельзя взять вот он появился такой ребенок а туда-сюда ну единицы какие-то вылезают а в целом он это же нужно понимаете заниматься по секциям водить и бог бы с ним и сейчас еще делаем поправку насчет о в каком социуме мы живем а здесь полный пиздец в этом самом социуме как ни покрути да ну как бы вы знаете что происходит в школьной программе вот буквально сегодня были новости они там поменяли экзамен по литературе который в принципе по выбору в девятом классе да он не обязательно он по выбору и в этом экзамене там что теперь будет опять там ну дети должны им дрочат мозг какой там истории свод что это за херня и ты не можешь ты не дочь екатерина стриженом и твой ребенок допустим вот он учится в россии и как ты ему заставишь я просто знаю у меня у друзей есть такие проблемы сейчас непростое время горю чем чем старше ты становишься тем более жестко ты смотришь на эти вещи ты знаешь сколько из них там снюхалось скололось до в юном возрасте упаси боже кто попал под ужасное влияние просто от этого страшно становится да ты банально рационализируешь со временем это хреново ну да вот понимаешь дал бог зайку даст и лужайку это хорошо работает для вражденцев для алкашей для скам а ну или в принципе знаете хорошо но к сожалению это блять выстрел в пустоту на самом деле вот люди которые в юном возрасте я видел лишь единицы пар вот буквально единицы и сотен которые в юном возрасте сошлись а у них появились дети они все в порядке живут до старости александр саня привет что ждешь от ласт у вас дэс тренинга ну насчет ласт у вас 3 пока рановато насчет таро дэс тренинга кодзимовский из ел бы само собой сань тоже здоровище эксперт по социуму чувак не здесь нет ничего такого знаешь экспертного не экспертного люди в целом стремятся конформизму это гедонизм и может поговорим на этот счет более вычин нет скажи что мы напиши что в моих словах не так иван иван напиши что не так скажи что ты живешь в другом социуме вокруг тебя но окружают другие люди в целом ты каждому человеку которому тянешься ты как минимум черпаешь от него огромное количество информации да он тебе интересен как собеседник тебя можно сказать окружают какие-то эльфы что летают на своих волшебных крыльях атланты нет в целом скам средний обыватель как таковой но это есть обыватель ханзо привет как тебе кинг и как ты вообще выбираешь книги телега да сделаю телегу стивен кинг мне нравится но знаешь идиократия блин вот что-то помню либо начинал либо нет насчет кинга я из недавнего его читал сына ну как я говорю я считаю что он тоже неплох сам по себе нет кинг конечно круто я с детства много чего из кинга читал само собой она и читал и смотрел сборники его рассказов кучу там различных читал дофига книги перечитал конечно не столько сколько он написал да я думаю огромное количество людей даже все его экранизации не смотрели кинг писатель хороший но я мне не очень типа сергей серионе привет айжик сейчас на море отдыхаю отличного отдыха так что всем привет с черноморского поберет ну заманулу твоему корешу само собой приветище здоровья эксперт по социализму если только да и вот у него же этот у но у кинга сын как таковой знаешь я вот читал у него эти самые рога я читал у него коробка форме сердца это уже у сына кинга он уже сам по себе стал писателем и коробка форме сердца мне понравилось серьезно офигенное произведение и мне интересно было бы смотреть как его экранизируют кого возьмут на роль пожилого рокер я бы хотел узреть какого брэда пита и все остальные дела но так как мне в принципе по возрасту и по моему великолепному визуальному облику такая история как эйдж гэп нынче близка но при встрече с различного рода барышнями да и поэтому ну конечно у меня не столь великолепно этот самый возрастной не столь великий точнее возрастной разбег между ними но как у того главного героя да и у его там этих самых бояры но все равно интересно было бы посмотреть на новую экранизацию я думаю настанет время для этого дела а кинг дико продуктивный чел сам по себе еще кстати вот у его сына который написал этого и коробка форме сердца есть сериал называется страна рождества вот планирую посмотреть когда время появится там первый сезон по моему ли чет такое прикольно должен был среди обыватель за майонезом да да я тебе говорю и в этом нет ничего плохого понимаешь как я говорю сложно делать легко не делать почему обижены на меня в том числе бедолаги потому что моя инспирация к действию на них не работает они знают на самом деле внутренне себя за это дело осуждают но извините меня ну чуваки но вот банально ну кто не хочет выглядеть хорошо в том числе там для боярами для всего такого все хотят кто говорит ой вот мне не интересно я за социализм там элька дела идет нахуй это не так все мы хотим быть здоровыми выглядеть хорошо быть счастливыми иметь бабки вот насчет бабок здесь спорный момент я считаю что денег должно быть в достатке вот как бы не с избытком потому что лишние бабки они как бы портят на самом деле пани привет а в каких странах успел бывать если не секрет и какая из них заинтересовала больше всего ну в европе был там в разных местах был само собой всяких египтах турциях грециях штаты проехал целиком ну и всякие там по мелочи все что к наши вот ближе границы ты понял там в сторону германии всего такого остального в италии не бывал вот хотелось бы ну теперь и хуй его знает насчет этой самой италии да не знаю везде что-то свое интересное но в целом ты как турист и просто ну посещаешь их да ну для меня конечно сам большой был опыт просто это сошлось это мне больше всего понравилось и по времени сошлось и по чувству по ощущениям да по ритмике когда я целиком на все штаты там проехал автостопом вот это было круто а так везде свои темы и часто во многом эти самые темы зависит от друзей или от круга который тебя окружает но в той или иной поездке это так так как не крутил знаешь я люблю россия странно блять как-то и но я опять же возможно twisted metal twisted metal я посмотрел уже кстати короткий сериальчик очень достойный советую вам я причем учет у меня был свободный день я его за день за полтора дня посмотрел там серии по 30 минут джо хилл да джо хилл это ну типа это сын стивена кинга джо хилл да хорошо пишет еще у него про пожарников какую тему я думал купить роман но у меня пока типа еще книжки есть я сейчас читаю мне друзья подарили перевал дятлова ну так я его читаю полус ну так он мне не дико заходит я принципе знаю эту историю анна какая-то я не помню это наш типа русская книга почему это очередное переиздание она написана была еще в 90 годах там половина книги но такой роман так скажем да а половина книги это конкретно выдержки из документов из писем из всего такого ну где-то я помню третий час уже осилил купил еще очередную книгу этого которого я не столь давно читал писателя головоломка называется а до этого я у него как-то французский чел не помню вот она у них здесь кстати рядом с теликом лежит но я пока не начинал я не люблю несколько я вот люблю в одно произведение вот закончу когда этот самый перевал дятлова вот к нему тогда приступлю и недавно я прочел старые друзья это тоже кстати французский какой чувак очень прикольная книга вот кто хочет почитать вариант над пропастью варжи но для взрослых вот почитайте старые друзья хорошее произведение просто наберите в гугле или как там старые друзья книга да тоже писатель какой там француз хорошая добрая литература про ну про дружбу и про время так скажем и как иногда некоторые моменты которые мы упустили не отпускают асану чуть ли не до буквально самого смертного одра советую так запретить алкашку тотальные что все синяки бесполезные но ты хочешь чтобы передохло 80 процентов социума я говорю большинство людей будут максимально в своей жизни использовать те пороки которые дарованы им той средой в которой они обитают все это касаемо денежных излияний всего такого в этом в этом проблема человека большинство наше внутреннее стремление к деструктивизму как мне кажется игорян с привет и живутся на чисто технический вопрос видишь ли ты во время трансляции всех зрителей только те кто активен в чате мне важно знать ну вот я начать смотрю у меня сбоку бежит но у меня же не какой там гигантский канал так что вот как-то вижу так а где еще какую еще активность смотреть раньше обожал кинга но сейчас видно что ну и бог с ним что он устал понимаешь люби за то что было не не жди всегда что это глупо понимаешь ожидать в этом плане я думаю что в этом плане чак паланик наверное и бог с ним и тот же самый уэлш ну из тех писателей которые вот я недавно там перечитал я у паланика просто читал но эту книжку я вам рассказывал касаемо там псевдореволюции так сказать и проблемы чака паланика он взял свою вершину на бойцовском клубе ну хорошо чем может там рент биография бастер кейси худли бедно все остальные романы это пост попытка вывести деструктивизм на качественно новый уровень то есть еще больше хардкора понимаете и он уже себя в эту тему загнал кинг хорош тем чем хорош кожамбо они не боятся повторяться и при всем при этом кинг иногда выдают свежачок если вспомнить его тот же самый мобильник с ужасной блять экранизации но само произведение хорошее абсолютно попкорно вы этого не надо стесняться это нормально и но она читается хорошо понимаете не все должно быть лютой достоевщиной то есть но при всем при этом и в своих рассказах кинг может быть абсолютно неоднороден иногда пишет абсолютную несодержательную какую-то ебаную чепуху а иногда создает ну буквально лютейший лор который проникает из его темной башни в другие произведения да как в черный дом там и прочие остальные дела проблема человека в том что он может быть не ну да здесь с тобой согласен это самая главная проблема человека читал снаф и чапаев снаф больше понравился снаф да прикольная тема сама по себе подожди сейчас я просто путаю пелевина с этим челом который норму написал с сорокином да ну как бы сорокин более хардкорный в этом плане но сорокин больше типа разжевывает одно и то же в то время как пелевин ну я думаю в плане писательского дару то сорокин больше наверное какой-то прогнозист и отразитель реальности в своих там псевдо вычурных так скажем текстовых закоулках в то время как пелевин наверное просто грамотнее пишет именно в литературном плане я ведь даже писал я блять признаюсь я даже прилепина блять читал понимаете одно или два произведения но это до того времени как он там совсем поехал своей ну крыше хотя кто не поехал да то есть как бы всякое что только не читал и шаргунова читал всякую хуйню разную то есть много чего по под руку подал у меня просто малый буквально перед стримчанским сегодня спрашивал а мол а что стоит почитать я ему говорю там уже взрослый малый сам себе игру просто начни читать это как с тем же самым спортом это процесс тебе могут податься неинтересные книги тему податься хуёвый но из каждой ты что-то вынесешь каждая худле бедно какой-то будет истории который ты сможешь обсудить там своими друзьями или чем-нибудь еще так и читал новую книгу владимир жека приземленный вообще не знаю кто такой владимир еще будет видео под low 2 видел данные продажам свежий 10 миллионов году и ладно пиздят знаешь такой бедолаги скажет опять все это пиздят блять это все это финс фил спенсер наш герой мужик с баблом привет и джек смотрел на gamescom презентацию он вейк 2 в целом ебейший визуал не знаю как по геймплей сюжету тут уже так ты уже предзаказал предзаказал ты ждешь у меня друг ждет второго алана вейка здоровище и гран мерси насчет блокировки ютуба может поговорим знаешь что странно я тебе скажу у меня ну типа странное ощущение отношения с салоном вейком скажем так да у меня же есть если на моем канале вдруг не видел у меня есть выпуск не вышла про вторую часть когда она изначально планировалось и вот если мы говорим конкретно к нарративу как нему относится сэм лейк я даже это в обзоре контролу говорил мне это лично не очень нравится но вот проблема настолько псевдо так скажем открытых концов да я это ну как если приводить алана вейка вот в чем блин я даже делал в том этом выпуске не вышло алан вейк типо знаешь проблема его проблема допустим первое ивил веды но вот если мы берем вот типа сюжетная . откуда все стартует его то он вейк ну типа как правило знаешь сюжет идет идет и вот . вот он окончания заканчивается да иногда еще он заканчивается и небольшая такая запятая но когда герои уже от заката главный бабайка еще вылезает где-то сбоку экрана проблема на вейка то что сюжет идет вот так вот так вот так вот так и мы опять приходим эту самую исходную точку Два DLC к нему делают то же самое. То есть это, ну, типа писательский, это уже такой, знаешь, это писательский подход самого Сэма Лейка. Если вот чисто анализировать сюжет, да, как таковой, он хороший в плане наполнения контекстуального определенного, но в плане разрешения конфликта он вообще никакой. Но как, типа, может, постановка для второй части, потому что я же рассказывал эту историю, там устроена как тема, что Сэм Лейк изначально хотел, вот первый Alan Wake закончится, он пришел к Microsoft, он говорит, давай сразу второй делать, а ему говорят, не, чел, давай подождем, как бы рановато, и так появился у нас этот самый, как он, не контрол, а как там назывался, ну, ты понял, другой вариант, там, Макс Пейна тоже с чуваком, там, где актер его играл. Я посмотрел на визуал, но знаешь, как бы он прикольный сам себе, он очень здорово выглядит, но как-то мне, вот, вот дико, знаешь, вот это вот засилие неона, может быть, так снято было, там улица, загнивающий запад, здорово, здорово, дай бог тебе здоровья, здорово, дружище, я понял, но мы с тобой сегодня переписывались. Я видел, кстати, твой этот очередное сообщение, просто не успел пока в инсте прочесть, ну, как всегда, огромное гранд мерси, ты помогаешь тому, чтобы мы смотрели Габлача и Стаса, ну, что ж поделать. И вот, смотри, касая Малн-Уэйка, это нельзя сказать, что вторично, но, как ни странно, некоторый момент его путешествия по этому самому городу, они напомнили мне, еще раз, погоди, задружу своего подниму, ну, я просто знаю этого чувака, как всегда, здоровище. Он реально загнивающего запада, загнивает там потихонечку. Ну, и, как всегда, огромное спасибо за поддержку. И, вот, знаешь, вот такая тема, что вот эти вот улицы во втором Малн-Уэйке, вот вспомни первую локацию с третьего резидента, с этой дверью открывающейся, и как, когда у нас там главный герой стоит, смотрит направо, смотрит налево, и, в принципе, везде однородность, так скажем, некого неонового образа одинаковых вывесок, да. Опять же, туда сразу Сэм Лейк засунул свое вот это вот шоу, этим, собственно, длинный геймплейный отрезок и заканчивается, трейлером, где опять там нам понятно, что нихуя не понятно. Это, так скажем, вариант Твин Пикса, да. Это кому как нравится, это в порядке вещей, да. Понимаете, я не против того, когда люди выступают, не только спонсируются западом, но как ты хотел, как ты хотел, именно так. Почему зумеры игнорируют сингловые игры сюжетные? Сейчас поговорим, это не проблема зумеров, как такова, это просто, ну, немножечко поменяло жизнь и восприятие, в том числе поколенческое, это нормально, ну, так оно и должно быть. И вот, знаешь, типа, говоря по поводу вот всяких этих халнов-вейков, по поводу всего, я не против, когда люди приписывают, так скажем, личное копание, именно если они сами своими руками в этом деле копаются, ищут определенную какая-то вот тему, бог войны в геймпасс. Здорово, Эджис, я вот все лето никуда не ездил, ни с кем не гулял, света белого пределом города не видел, но занимался, слушай, молодец, молодец, что занимался. Не всегда нужно ездить, с кем-то гулять, и так хорошо, здоровище. Я смотрел Гобли, ничего нового, интересного не рассказал, мне просто интересно посмотреть на эту позицию. Знаешь, под мой ролик с Гоблином, под довольно-таки старый, который уже хрен знает сколько лет делал, люди до сих пор заходят и пишут комментарии, ролик вышел пророческим, ведь то, что я говорил про Гоблина, оно так и вышло именно сейчас. Именно вот, блядь, именно то, как я сказал. Вот именно как в том видосе. Все так оно и получилось. Там даже, по-моему, есть один из каких-то последних комментариев, если не смотрели, будете заходить, там даже этот просто таймстэм, ну временная точка там стоит, на которую стоит нажать, и там все, что я сказал, все сбылось. Вот после начала СВО, когда вот этот старый Чахакбиль, он, блядь, вылез. Все, что я сказал, ровно один в один. Причем я не какой-то экстрасенс, я просто исходил из логи. Приспособленцы всегда будут действовать так. От этого никуда не деться. И вот, понимаете, типа, я не против, когда люди приписывают определенную глубину событий, но если эта глубина действительно резонирует с их личностным я, это в порядке вещей, в этом была моя претензия к этому же самому второму Сайлендхиллу, поймите. Это, скажем так, да, чтобы в очередной раз кого-нибудь там не обижать, но все такое, это такое, скажем, метафорическое глубинно-внутреннее микрочленье. Это вот когда, конкретно скажу про мужских бедолаг, это когда мужской бедолага боится признаться, что ему нравятся банальные тривиальные вещи, что человек любит, я не знаю, там, посидеть и посмотреть под пивко «Хороший боевик Джон Вик». Не всегда, само собой, это понятно, но иногда нужно. И когда ты встречаешь вот этого человека, который якобы мнит из себя великолепного доку в вопросах и вычурных каких-то литературных произведений, которые читает Федор Михайлович Достоевского за поем произведения, за произведением шлите нахуй такого. В проценте 99 случаев это лишь жалкая чмоха, которая таким образом пытается приподнять глубину своего абсолютно пустого внутреннего «я». Потому что это звучит здорово, это типа в какой-то степени, как работа с девочками, девочки любят красивые словца. И не все такие мадрины, понимаете, даром риторики, например, коими справляюсь я. Ну, потому что для этого как минимум нужно просто читать. Большинство людей пытаются иногда навесить на себя те самые латы, которые им не то что не по размеру, в меру их жир на жопе, а как минимум не по весу, они не вынесут. Понимаете, в чем история? Но 9, сука, месяцев ремонта, пропущенное лето, не занимался собой в плане спорта, но хуячил ремонт в прямом гнездах. И вот я заехал, я тебя поздравляю с заездом. Ну, молодец, ремонт как бы это тоже, поверь мне, это пиздец, сколько сил тратится, твое здоровье. Я тоже помогал немножечко, ну, я сам как бы хуячил, знаешь, там и на огороде, так скажем, и помогал там чуть-чуть, ну, там по мелочи, в общем, тоже то, что с физическими делами связано. Так что нормально. Когда увидел этот темный город, как будто Сайлен Хилл, чем напоминает только Алну Вейка. Я не знаю, опять же, почему вы стремитесь в Сайлен Хилл, как я уже говорил, факты про людей, они мерзости, они эгоисты, они врут. Ну, тоже верно, так оно и есть. Но, с другой стороны, мы не должны терять веру в человечество. Понимаешь, в конце концов, есть такие, как я. Ради этого стоит жить. А так люди, в целом, да, они такие. Понимаешь, меня бесит, ну, вот это вот излишнее, черезверхное, чванливое, человеческое стремление к потреблению всего. Как я уже говорил, да, будь это, скажем, ну, в прямом смысле, да, так секс это тоже определенного рода там энергетический ресурс. Будь это отношение такое к сексу, будь это отношение к еде, сожрать буквально все, что лежит перед тобой. Будь это отношение к играм. Вот это вот, на самом деле, это же не просто придумано, да, в каким-то... Я буду устанавливать все игры. У кучи людей, вот, подсознательно, есть такая хуйня. У вас там куча иконок на этом ПК, которые вы никогда не будете использовать. Вы берете, берете, понимаете, определенного рода хординг, вот это вот все. То есть, это вот стяжательство такое, оно есть. Пусть не в фактическом весе, но в весе, который занимает гигабуты на вашем ПК. К этим играм вы никогда, вы их не затронете. Вы к ним никогда не вернетесь. Извините, ребят, но сейчас у нас вышел три игры подряд с минимальным этим, там, геймплейным временем в 50 часов. 50 часов, блядь, каждой игры. Это минимум. Старфилд вообще, блядь, бескрайний. Понимаете, но на фоне этого вы будете как стяжатели стремиться больше, больше, больше. Это как в некотором, понимаете, понимании, как умирает какая-нибудь бабка или дед, это остаются в погребе, блядь, банки, которые никто не доел с этими огурцами, помидорами со всей этой залупой. То есть, кто-то иногда корит каких-то людей пожилого возраста за то, что они там буквально занимаются тем, что как раз обрастают различного рода вещами. Ну так, а вы чем занимаетесь? Ну, я не конкретно говорю про вас, а люди вот в целом, в формате вашего там жизненного существования. Тысячи фильмов скачиваете, которые вы никогда не посмотрите. Касаемо той же самой литературы, вы предпочтете читать ничего, но при всем при этом у вас будет лежать 10 каких-то книг, или вы 5 будете читать параллельно, не вычленяя смысл абсолютно ни из одной. Вот в чем история. Вот завез ПК на века, подключил и пишу, мои 25 квадратов, мой, блядь, так, ни в кредит, ни в ипотеку, поздравляю тебя, делай, что хочешь теперь, барышню, спорт в любой момент. Молодец, слушай, своя жилплощадь, это абсолютно нужная штука. Поздравляю тебя с этим делом. Абсолютно согласен. Так что в данном случае могу за тебя только порадоваться. Так, красавчик, посмотрел твой лайф-ролик на одном, так, Игоря НПС. Сегодня был в дешевом продуктовом магазе, и было очень много молодых солдат по форме, лет 18, максимум 20. Даже меня пробило на чувство отбытия. А, понимаешь, они же не понимают, просто в меру возраста, в меру пиздючества. Это нельзя передать, блядь. Вот, понимаешь, опыт такая хуйня, которая не передается. Это просто какие-то, блядь, увлекательные истории. Но я буду рассказывать, бедолага такой, о, вот это вот все. Люди не понимают об этом. Вот я говорил, вот Малый сейчас пишет, посмотрел твой лайф-ролик на одном дыхании, все четко сказал, наше супер-место на заброшке. Да это не столько заброшка, это вся Россия, блядь, такая. Ты же просто говоришь об этих самых, ну, довольно-таки обычных вещах. Это действительно опыт. Я говорю, вот то же самое, смотрите. Вот, если мы возьмем тот же самый момент с какой-то там заброшкой или с прочими делами, понимаете, это же нужно, ну, типа, Ниджа Байдена, Даров. Думаешь, всплывут какие-то видосы от Пригожина в духе, если вы это смотрите, меня убил Путин. Слушай, если бы это было, я бы сказал, оно бы уже всплыло. Так что я советую вам думать в другую сторону, касаемо там Пригожина и все такое. Я в видосе ведь сказал, важно ли вам там жив Пригожин, не жив, честно сказать, я сам не знаю. Но, как бы, ну, не все так однозначно. Но поверьте, это я в том видео сказал, это не важно. И даже если всплывет, это будет тогда придумано нейросетью, блядь, и понимаете, все такое, это вся хуйня будет оправдана, сейчас уже не важно. Мы нашли, на самом деле, вот то прекрасное время, когда уже вообще ничего не важно. Вот поверьте, кроме вас, ваших близких, ваших там жен, детей, семей, сейчас вообще ничего не имеет никакого значения. Вообще абсолютно ничего. Так что думайте только об этом, думайте только о тех людей, ты сейчас работаешь или в поисках, чувак, ну, я, как бы, знаешь, уже давным-давно в этом плане ничего не ищу. Я слишком стар для того, чтобы начинать что-то там искать. Но, слава богу, как говорится, вашими молитвами, скажем так. Рад, что ты за меня переживаешь. Так, мне уже два года неинтересно играть в игры. Ну, слушай, значит, не играй, что я тебе могу сказать. Неинтересно, значит, не играй. Значит, займись чем-нибудь. Почему вы хотите себя заставлять заниматься той хуйней, которая вам, типа, не по вкусу? Это все в порядке. Ты можешь это перерасти, либо это может быть не твое. Блядь, как я рад своему, ну, поздравляю тебя еще раз, еще до 30 лет сделал, молодец. Как я рад теперь ремейк систем шока с геймпада на плазме пройду, вот что хочу, вот эта радость. Вот видишь, как бы, понимаешь, вот то, что сейчас написал чувак, бог войны с геймпада, да, он написал правильную вещь. Потому что то, что мы делаем, не связанное с другой деятельностью, иногда подталкивает нас к этой самой деятельности, в том числе вернуться, либо ей заняться. Понимаешь, когда ты просто сидишь, условно, на месте, прокрастинируешь, да, и там выращиваешь свою жирную жопу, то банально ты просто прикручен к этим самым играм. И понятно, что ты от них можешь устать. Но, с другой стороны, когда у тебя в жизни какое-никакое присутствует наполнение различного рода там другие, помимо там жизненных, да, там близких тебя людей, которые окружают, просто помимо этого другие занятия, иногда тебе хочется банально рубануть. Вот и все. Я говорю, вот я, ну, даже вот этим летом, я, правда, был там, ну, не в далеких, но там в разном количестве мест, но самый длинный, вот у меня был этот, так скажем, небольшой такой отдых на турбазе. И, ну, я там хорошо, я там дофига где поездил, само собой, покупался, почитал, вот это, ну, такие обычные тривиальные идеи, само собой, потусовал маленько. Но, помимо этого, я взял с собой эту самую PlayStation V2, и, знаете, худо ли бедно, я прошел на ней кастлу, то есть не то, что я рубился целиком, но вот я сидел из того разряда, там, допустим, какой-то дождливый день, и читать неохота, там, и что-то такое. Я, бац, несколько уровней в эту кастлу Дракула Икс, которая называется, и прошел, и нормально. То есть, ну, это не нужно, чтобы это постоянно было. Вот как тоже спрашивают, типа, почему там зумеры не хотят играть в сингл? Потому что, блядь, это люди совсем другой, ну, поглощение информационной формации. Я говорю, от этого вот меня лично больше всего по-человечески корежит, что, понимаете, какая история, что, типа, вот сейчас особенно ярко, это проявляется, потому что всегда были определенного рода субкультуры, да, были там определенного рода, там, какие-то течения, там, и прочие всякие остальные дела, и все эти течения, помимо того, что они существовали на бумаге, если возьмем вообще какие-то давние времена, там, каких-то псевдо-неформальных 80-х, в этих течениях всегда присутствовал определенного рода движ, будь это какой-нибудь, там, около панковский нонконформизм, времен еще группы, там, в которой, там, участвовал свинья, от которой производные вышли все остальные, вплоть, там, не до цои тараканов, и же с ними, там, анаконосы, кто бы то ни был, да, То есть все это было связано с определенным родом движением, пусть там декаденским, определенным, маргинальным, но какое-то было вот некое движение. То есть сейчас, во время, когда интернет дает нам максимальную возможность как бы, ну, репрезентовать себя в самом приглядном свете, да, начиная от фильтров в инстаграме и заканчивая всеми остальными делами, то есть придумать для себя максимальную бафонаду пива Хайникина. Владимир Владимирович перехитрил и наказал подлого Иуду. Гой да, братья и сестры, пиндосская сатана не пройдет. Ну, я с тобой согласен, не знаю, о каком Иуде ты говоришь, но Владимир Владимирович, само собой, всех, конечно, всех пиндосов, всех гадов накажет, всех к ногтю, блядь, здоровище. Ты был в байкпарке на Красной Поляне в Сочи, хочу съездить, что скажешь. Не, не был. Не знаю, что за байкпарк конкретно, зачем он, байк велосипедный ты имеешь в виду или какой-то мотоциклетный? Не, ну если ты в Сочах, сгоняй, а что нет, почему бы не прокатиться? Фреджайл. Мое уважение, здорово, поддержу свой любимый канал, остался бы на стрим, но дела делишки. Это хорошо, последние выходные, лето как-никак, всем здоровья, да. Я, кстати, тоже планирую, но я думаю, часочков до девяти мы с вами завершим, у меня там кое-какие планы. Здоровище и чудно тебе время провести. И вот смотрите, какая история, если мы говорим там насчет зумеров или кого-нибудь еще. И вот понимаете, фишка в том, что, так скажем, различные фильтры и прочая, вся вот эта вот остальная хуйня, коими я не пользуюсь. Кстати, дорогие обоссанные вырожденцы с аниме-аватарками, место классное на развязка, на четвертую сторону, в любую сторону, три фитнеса на районе до работы, минут десять по времени, я рад, не без помощи. Ну, без помощи мало чего получается, но молодец. Да дело не в количестве фитнесов, понимаешь, главное, чтобы ты, блядь, ходил хоть в один, а не в четыре сразу. И в этом дело. Так что, вот, ну, я рад, я разделяю твои чувства радости. Нет, это важно, своя недвига, это очень важная тема. И вот смотрите, какая, то есть получается, фишка-то в том, что, я почему, я говорю, я люблю там играть мужскими персонажами и все такое, потому что, если мы возьмем какого-нибудь, я не знаю, там, Сэма Портера Бриджеса, блядь, из Death Stranding, и берите мою фотку с превьюшки, вот тебе, блядь. Или бери какого-нибудь этого пожилого Данте из Devil May Cry, вот он я, нахуй. И когда, так скажем, если мне эти персонажи по возрасту в какой-то степени уже близки, даже если старше, там, меня вот это все, мне нравится, я хорошо себя, я ассоциирую, поэтому мне близки маскулинные герои, понимаете, ну, вот это все, это нормально. То есть, как бы, в порядке вещей, да, я косвенно, так скажем, может быть, потому что мы все мужики, мы до старости будем играть в эти самые, понимаете, игрушки, будем железками заниматься вообще. Нет, если у тебя уже ничего не останется, если никакого либидо, если уже пипирка упала и все остальное, списывай тебя нахуй, тебя как бы с пляжа пора путешествовать. А все остальные мы будем заниматься хуйней до старости, стопудово, блядь. Пока будет энергия, мы будем заниматься хуйней, как деды, которые до старости сидят, таких голубей запускают, там, в гараже ковыряются, и мы будем заниматься этой поебенью, так оно устроено. Так вот, и дело заключается в том, да, что, типа, твоя репрезентация в интернете зачастую, она, ну, гораздо более, так скажем, ярко представлена в тех или иных цветах, рассветках или каких там формациях, нежели ты являешься человеком в жизни. И фишка-то заключается в том, что если мы берем вот это вот поколение, которое все сидит в телефонах, сука, жерняк, привет, я твой бывший хейтер, я из толстых людей, три месяца назад случилось проблем со здоровьем, я решил последовать твоему приверу, скинуть лишнее, слушай, молодец. Но вот видишь, только смотри, сразу сильно себя вперед не гони, как я уже говорю, потихонечку, несколько месяцев, как минимум, почувствуй, как работает твое тело, не слушай всяких челов, которые будут тебя на жесткую диету сажать и прочее, просто попробуй свои силовые за три месяца к чему-то более-менее привести, какие упражнения будут лучше получаться. Мой тебе совет, если ходишь в какой-нибудь там спортзал и прочее, сделай, есть такая тема, я ее использую, кратно пяти, я в целом делаю в тренировку пять упражнений по пять подходов и каждый подход кратно пяти. Ну, то есть, условно, знаешь, там какие-нибудь, я не знаю, там пять подтягиваний по десять раз, да, я не знаю, там пять этих самых, там, ну, вот так вот называю, которые, блядь, ну, вы видели у меня там, не знаю, как называется на лайв-канале, типа таких отжиманий на этих, на брусьях, там, по двадцать раз, да, пять, допустим, качания, там, ну, там, приседания на одной ноге, допустим, тоже там по двадцать пять, по тридцать раз. Ну, и вот так вот, дело сам, не гонись за какими-то большими темами, по десять раз, простейские темы, Rail Moon, мое уважение, здорово, недавно приобрел себе PS5, до этого сидел на PS4 Pro, ты был прав, торопиться, перепрыгивать на NextGen не было смысла, ну, такое поколение, спасибо за поддержку, мое уважение, как говорится, и поздравляю тебя с обновой. Так вот, видишь, ну, то, что чел пишет, ну, смотри, в его словах что интересное, он говорит, типа, я был жирным, и часть его хейта в мою сторону как раз была направлена именно потому, что я говорил, слушай, жирный хуйсос, бери за себя, либо так и будешь, как это ебаное, вонючее, жирное, черийное пятно на теле социума. И он дождался до момента, когда у него случились проблемы с здоровьем, но я-то по факту был прав, а его обида ко мне, по сути, была внутренней обидой к себе, вот в чем история, понимаешь, потому что он это брал на свой счет, ты правильно брал на свой счет, нет никакого бодипозитива, это все ебаный миф, все это хуйня, любая твоя слабость обоссанное оправдание не больше, ты должен делать то, что ты чувствуешь, должен делать, но прежде всего ты должен делать это для себя, и тогда люди, которые будут тебя окружать, которые будут встречаться над твоим жизненным пути, будут к тебе тянуться, потому что, понимаете, в чем история, нельзя быть приспособленцем, приспособленцем, никому не нравятся такие люди, вот эти вот, знаешь, истории, когда там, типа, лизание жопу начальству и все такое, это хорошо проходит на первую, на вторую, там, какой-нибудь, я не знаю, на третью неделю вашего знакомства, если ты не проявляешь характер, не показываешь свое я, по итогам ты сосешь, это всегда так устроено, всегда лизоблюды будут сосать, всегда, метафорический или фактический хуй, так оно устроено, поэтому мы же существуем, ну, как бы, в чувстве внутренней борьбы, понимаешь, если ты делаешь что-то с собой, да, иногда литературу, вот я сейчас читаю, мне друзья подарили, я мог бы ее отложить, ну, в плане того, что я сам по себе читающий человек, да, вот эту вот самую книжку, там, касаемо перевала Дятлова, ну, чуть не мое, не зашло, но, я такой думаю, надо дочитать, почему нет, я уже взялся, третья ее осилил, пусть она будет не столь хороша, но в том числе будет что обсудить, жирняк, пришлось прибегнуть к операции, подрезать желудок, так как есть, я хотел постоянно, на данный момент я скинул 10 кг, вешаю, я 125, осознал свою проблему на себе, но вот видишь, малый об этом пишет, что как бы это было, я говорю, мой тебе совет, то, что как бы желудок все равно, все вот эти вот вмешательства медицинские, это плохая тема, потому что ты можешь потом снова разожраться, не надо, просто вот сейчас пытайся контролировать себя и ограничивай, это сложно, конечно, будет на фоне того, сколько ты ел, но не пытайся прям, знаешь, вот эту тему в ноль угнать, чтобы быть полностью, там, абсолютно выйти на полное здоровое питание, просто ешь, ложись спать с чувством легкого голода, вот не пиздец прям, чтобы у тебя вообще было тяжко, но с чувством легкого, и постепенно увеличивай этот самый процент, в сторону больше физической активности, собственно, в сторону, как бы, ты не единственный такой, огромное количество примеров людей, там, абсолютно, абсолютно, знаешь, там, вот этих вот хреновых, там, которые имели ужасные тела, просто там, не пойми какие, да, но со временем, там, любую кожу, все остальное можно отрезать со временем, то есть, со временем, ты свое сердце чуть не посадил, чувак, в том числе, ты представляешь, какую лишнюю массу ты таскал на себе, поэтому сейчас тебе не нужно, вот, кардинально устраивать для своего организма очередную шоковую терапию, вот сейчас, конкретно, после операции, лучше потихонечку приземляйся, но ты понимаешь, что ты должен, в том числе, касаемо еды, если у тебя есть сегодня определенная норма, которая тебя держит хорошо, не прям пиздец, что ты тяжко, да, а вот так, в принципе, ты чувствуешь себя комфортно, и понимаешь, с таким чувством легкого голода, ты отлично можешь ложиться спать, легкого, не сильного, понимаешь, не до каких-нибудь, там, коликов, блядь, и все остальные дела, ты чувствуешь это, и со временем ты будешь увеличивать свои физические нагрузки, и в том числе, замещать эту пищу более полезной, и двигаться не в сторону увеличения объема потребляемой пищи, а в сторону уменьшения, то есть, главное, не делай шоковую терапию сейчас, конкретно, когда ты после операции, вот я тебе советую, что такое. Так, привет из Италии, сейчас сижу на картинге Франча Корте, работаю до 4 сентября, возвращаюсь в Польшу, отлично, ну что, поздравляю тебя. Пистолетик лучше делать, когда уже колени и ноги крепкие, можно суставы, да, я поэтому и говорю, что, как бы, делайте все потихонечку, делайте не в пистолетик, не все дела, делайте по ощущениям. В этом-то и проблема, что какие-нибудь даже тренерский состав в различного рода, там, каких-то там фитнес-залах и прочих делах, они могут дать вам хорошие советы и все такое, но никто не знает лично, конкретно, вот, сколько бы вы анализа всяких не знали, лично конкретно ваши определенные темы, ваше строение суставов, да, и ваше строение, там, мышечных волокон и всех остальных делов, вы знаете только вы, не стремитесь за какими-то гигантскими результатами, если вы смотрите на спорт как именно на то, что прибавляет здоровье в вашей жизни, не как на достижение результатов, смотрите на это именно в таком ключе. Ты прав? Ну, я всегда прав, ну, а что, разве? Ну, нахуй мне быть неправым, какой смысл, понимаешь? Типа, что? Что я от этого выиграю, если я буду неправ? Лучше сказать так, как есть. Можно ошибиться, я с тобой абсолютно согласен. Но лучше-то, что нет? Я говорю, вот просто этот чел, в том числе, является ярким примером, вот, я говорю, вот люди, я говорю, бедолаги, которые на меня обижены, поймите, корень проблемы, обиды, вас на меня, это не я, это вы. Вы, ну, типа, вот эти вот слова, там, транслируете, которые я вам говорю, принимайте их на себя, это абсолютно верно. И как в начале стрима, помните, этот бедолага написал, там, насчет, там, вот, там, типа, эти, там, девицы, не девицы, я согласен, это слова. Но вы видите меня, в том числе, видите, там, на превьюхе или где бы то ни было. Игорян, поздравляю парня, что купил свою хату, давно живу в своей, понимаю, какое счастье всего ему наилучшего. Ну, увидишь, как, как бы, бог войны с геймпасса, тебе уже поздравления полетели, еще подниму за это дело. И вот такая история, то есть, как бы, понимаете, нельзя, ну, нельзя перебить, ну, картинку действительности, ее, типа, невозможно, понимаешь, по большому счету. Вот, поверьте, я говорю, неуверенность в вас может породить лишь ваши собственные сомнения в себе, не больше и не меньше. Я потихоньку скидываю, к сожалению, все еще хочется шоколад или что-то жирное, но я стараюсь отвлекаться, я тебе благодарен, спасибо. Ну, видишь, как, мне очень приятно, что, как бы, бог бы с ним, там, хейтил, не хейтил, но ты же понимаешь, что, как бы, вот, реально, то, о чем я говорю, что проблема, трабл, вся эта история была в тебе. И то, что я тебе сказал, вот, прими к совету, пусть тебе хочется шоколада, но сделай такую историю, не полностью выводи его из своей жизни. Я не знаю, там, пару плиток в день, если тебе, я не знаю, какая у тебя диета, там, или, может быть, там, ну, я не знаю, пол шоколадки в неделю. Ты будешь этого ждать в том числе, главное, никоим образом не увеличивай, потому что все это зависит только от тебя, от твоей внутренней собранности, понимаешь. Жизнь такая штука, где расслабление всегда ведет к тотальному рождению, нахуй. Нужно себя всегда заставлять делать, это в порядке вещей, это нормально. То есть, банально, ты с утра там просыпаешься, хочешь где-то еще в кроватке понежиться, да, но люди идут в том числе перед работой в спортзал, там, в 6 или в 5 утра. Во-первых, это заряжает энергией, и много кому не хочется, и хреновый дождь, и все такое. Но если я не буду, извини меня, следить за своим здоровьем, заниматься им, то кто будет этим заниматься за меня, а? У тебя одна жизнь, ни две, ни три, ты не, ну, поверь мне, всегда будет определенного роста. Вроде там негодование по поводу того, что, ну, как бы, понимаешь, что ты проебешь время. Любое, я говорю, вот сколько бы не было в твоей жизни событий, тех или иных, или что-нибудь еще, всегда есть момент, что ты провел время как-то не так. Ты чем-то будешь недоволен, это нормально. Но поверь мне, больше всего ты будешь недоволен, если ты будешь, я не знаю, как говорил, там, сидеть и переживать за жизнь каких-то там взрослых челов, которым давным-давно в какой-то степени там что-то, не все, конечно, великолепно, далеко, но немалая часть жизни по кайфу, а ты будешь свою жизнь тратить на это, вместо того, чтобы, я не знаю, потратить ее на себя. Вот в чем история. Поймите, на вас, вашу жизнь, вы можете потратить только вы, и никто более. Во. Да будет свет, сказал электрик. Лишних 15 кг, ем 1700 килокалорий в день, на работе трачу 800 в день, сейчас эффект плата, вес на месте, стоит уже неделю с чем-то, это нормально, кто худеет, не кидайте, все, из-за этого у меня так было. Я вообще лично калорий не считаю. Простая истина, это не только касаемо обмена веществ и прочее, простая истина кроется в том, что в данном случае, независимо от метаболизма, от возраста и от всех остальных делов, у тебя будет быстрый обмен веществ, который будет быстро потреблять твое калория насыщение, если ты будешь, собственно, организовывать себе быструю ритмику. Фишка в том, что ты не вышел на плату, фишка в том, что вместо вот этого, там, какого-то, знаешь, там, энергопотребления и энергозатраты, ты занимаешься тем, что читаешь калории, это как так? Ты что, каждый день на работе ровно 800 калорий тратишь? Что такое? Типа, ты работаешь проходчиком, блядь, конкретного метромаршрута от точки А до точки Б, то есть ты вот буквально твоя работа, ну, часы, там, чек-ин пробил там карточкой, да, встал на шпалу и пошел с этим самым роликом, там, до точки входа, там, следующего, там, в метро или как. Такого не может быть, что ровно 800 каждый день. Значит, что-то нужно добавить. Значит, что-то как-то нужно немножечко что-то поменять, понимаешь? Вот в чем история. Я говорю, ваша проблема в том, что вы начинаете слишком много заморачиваться по поводу цифр. Дело не в цифрах. Цифры, ну, это, блядь, это лучше. Давай ставим их конкретно для математических величин. Или когда это серьезные, действительно, медицинские какие-то определенного рода проблемы. В целом нужно по ощущениям. У меня хороший диетолог, он написал сбалансированное меню, там все, что нужно. И хороший тренер. Я стеснялся, ну, так и бывает, что люди иногда стесняются, но он показал, каким он был раньше и каким стал. Как бы хорошо в том числе, что малый как пример для тебя существует. Но просто я говорю, вот совет в дальнейшем, понимаешь, проблема в том, что вот касаемо диетологов, да, касаемо там тренерского состава или все такое, наступает время, когда ты остаешься и без тренера, и без диетолога. И дальше ты должен сам как бы выруливать по этому поводу. Поэтому как бы диеты хорошо, считание калорий, наверное, правильно. Но многое нужно делать во многом по ощущениям. Когда ты вот выходишь на определенную уже ритмику жизни, ну, ты понимаешь, что условно, я не говорю про тебя, у тебя пока еще, наверное, рановато. Вот как другой малый, который писал, да. Когда у тебя есть там, допустим, уже хорошие определенного рода силовые, да. Ты понимаешь, что ты делаешь там то-то и то-то и то-то. Каждый день, допустим, ты делаешь определенную рутину. Или там через день, или через два дня. Никто тебе не мешает в один определенный день эту самую рутину нарушить в сторону прерастания количества повторений, да. Вместо того, чтобы сделать, сделай до отказа. Я вам всегда говорю, нужно во всех этих моментах, в том числе, которые, наша жизнь вообще состоит из рутинизированных процессов. То есть во всех этих моментах нужно, вот, допустим, ты ходишь какой-нибудь, да, там куда-нибудь в этот самый спортзал. Игорян, спасибо тебе, но это, как бы, так, не могу не проигнорировать пожелания. У меня за эту жизнь большие планы и под тучи темные я просто так не сдамся. Молодец, хороший абсолютно настрой. Ну, Игорян это, который тебя, как бы, поздравил с этим. Ну, в общем, я рад, что вы сконнектились. И вот, и такое дело, знаешь, что на самом деле, типа, просто нужно найти какую-то определенную ритмику, где ты не будешь считать калории, а где у тебя всегда будет возможность сделать больше, чем меньше. Нельзя просчитать калории, когда тебе, условно, там, знаешь, там звонят какие-то родственники и скажут, там, помоги, там, перетащить доски, да. Как у тебя может быть 800, если в этот день уже будет не 800, явно будет больше, да, что-нибудь еще. То есть всегда в жизни должна какая-то тема появляться, которая чуть разгоняет эту историю. Если конкретно ты борешься, там, со скидыванием веса, то больше делай, ну, какое-то усилие на аэробные нагрузки. И не только, я не знаю, запишись в какую-нибудь секцию по кикбоксингу, в конце концов, на плавание, там, дофига различных тем. Я, кстати, Македонскому, он здесь был на Стримчанском, тоже советовал на плавание, ну, просто походить. Он походил, говорит, блин, вообще ништяк, не знаю, сейчас занимается, не занимается, но я думаю, да. 40 минут быстрой ходьбы в день уже подстегивает метаболизм. Да, но понимаешь, быстрая ходьба тоже не всем заходит. Кто-то хорошо бегает, кто-то плохо, кому-то лучше подойдет велосипед, или, может быть, лонгборд, или, может быть, я не знаю, сноуборд в определенный промежуток времени, либо лыжи. Тут вариантов всяких дофига. Нужно выбирать для себя, который подходит лично тебе. Кому-то то же самое, банально плавание, да, то есть дофига разных вариантов. Ходьба самая простая, но, к сожалению, или к радости она не всем заходит. Ну, по-разному все это дело устроено. Так, я благодарю тебя за это насчет рациональности дохода. Благодарю тебя, я сохранил накопление в доллары. Ну, видишь, как, если не послушал, прогорели мои накопления. А сейчас-то доллар сколько, по соточке? Рад за тебя. Я на складе работаю недалеко от дома, там нагрузка норма, и хожу пешком от работы с работы, так что все окей. Ну, это мы, по-моему, выпьем же за ЖЭКу. Не знаю, за какого ЖЭКу, но за него тоже, если что, можно поднять. Так вот, понимаете, дело в этой самой жизни, это не в нахождении баланса. Мы к нему стремимся, но нужно искать факторы, которые его нарушают. Не пиздец, как сильно дестабилизируют, но немножечко выводят его из равновесия. Это, на самом деле, нормально, так оно и должно быть. Потому что, я говорю, рутинизация, наша вот эта вот история, это корень всей основной проблемы. Мы ищем потом способ решения этой самой рутинизации, но дело заключается в том, что, как говорится, основной, вот этот вот самый кол, который вбит в эту самую сырую землю, это и есть мы как таковые. Внутреннее стремление человека к конформизму, это самый хреновый камень, что тянет нас на днище. Мы выживаем лишь только в том случае, если как, ну как, знаете, в этой самой там басне, да, сказочке, где лягушка там, которая, которая упала в молоко, сильно била лапками, взбила масло, по итогам залезла на него и выпрыгнула. Никто не говорит о том, что, знаете, вы там должны обязательно стать там какими-нибудь там суперзвездами или что-нибудь еще. Нет, никоим образом, но вы можете прожить свою жизнь нормально, человеческой и по кайфу. Я вам могу сказать, человек, который перевалил за 35, бедолай, конечно, меня записывает в 40-летний, но я и не выгляжу пока и нет, мне 40, как бы то ни было. Как бы им хотелось ничтожество, ничего, доживем до этого времени. Прикиньте, через это время они будут еще более жалкие вырожденцы, ну а я думаю, как всегда, буду великолепен. Так вот, история заключается в том, что на самом деле нужно всегда, понимаете, ну типа тратить свою жизнь на те вещи, которые тебе нравятся. Но эти вещи должны быть не гидонистическим определенным, вот не гидонистической гроздью винограда, что висит пред лисой, но в данном случае, который ты постоянно жрешь, блядь. А это должно быть какие-то штуки, которые связаны с физическими активностями, с физическими, умственными, возможно, с какими-нибудь спорными, пусть это будут вербальные споры с какими-нибудь человеками. Банально то же самое, понимаете, ебля, это тоже трата энергии. Все вот эти вот дела и обхаживание там, бояры, это тоже как бы вся вот эта вот история. Расскажи про Джоника Македонского. Я не знаю, кто такой Джоник Македонский, понятия не знаю. Так, всем привет, всем привет. Да, всем тоже хорошего. Так вот, так, да, три тренировки в неделю в басе. Ну, это Македонский пишет, лучше, чем зал, намного, так, с тренером. Для моей спины самое то. Вот видите, о чем я говорю, Македонский, у него просто какая еще была тема, у него с спиной. Поэтому, я говорю, у нас не все так просто, да. У нас у всех может быть, вы можете даже не знать этого, у вас могут быть какие-то там определенные растяжения, которые вы не заметили в какой-то промежуток времени, которые пагубно сказались там на действии других определенных связок или мышц и все такое. Я просто говорю, как человек, у которого был там дохуя всяких травм, шрамов там нет дохуя и все остальное залупы. Поэтому, как бы, для меня иногда не работают те вещи, которые работают для человека, ну, который имеет там другие травмы или вообще их не имеет, да, само собой. Поэтому почувствуйте свое тело, так вычленьте свою проблему, поймите свои сильные и слабые стороны. Да, потому что иногда не нужно нагружать те штуки, которые вы нагружаете. И особенно, конечно, не нужно ржать, там, понимаете, последнее рвать из себя. Гран-туризм по поводу фильмеца, я, кстати, еще не знаю, блядь, я вот самое главное, я так рад, посмотрели, блядь, мы все опенгеймеры, посмотрели новую миссию невыполнимую. Ну, спасибо, блядь, залупы, как говорится, спасибо, очень понравилось, очень хорошо, очень приятно было, блядь, очень здорово сходил в кинотеатр. А ведь, в принципе, знаете, кинотеатр нахуй не нужен, ведь на торренты завезут, правильно? Что за залупы, блядь, что ты, дурак, блядь, в кинотеатры ходишь? Ебанутый, блядь. На своем этом китайском мотоцикле поедешь, блядь, в саны кинотеатр, будешь еще платить деньги, совсем лох, блядь, а? Это как его, гой, это как его, очередного гоя, блядь, абули на билет, на этот, как его, на миссию невыполнимую, да? Или на опенгеймера, блядь, а? Все, вот, гоя, блядь, абули. Я, сука, ненавижу, придавил бы всю слизь, нахуй, знаете. Я просто сейчас играю там в одну очень интересную вампирскую тему на PlayStation 3. Будет про нее, наверное, видос какой-нибудь. И вот там, когда ты давишь иногда некоторую мразь, прям приятно, знаете, прям очень приятно давить мразь. Если разработчики забьют на синглы, от нас ничего не зависит уже. Ну, слушай, от нас конкретно в наших территориях уже давно ничего не зависит, если ты не понял. Это, как знаете, у меня есть чел, ну, так, я просто как это определяю, в этом, в ютубном приложении, там, на телефоне, там же, но оно не так работает, блядь, как обычный ютуб на компьютере. И в этом приложении там люди, которые пишут комментарии, ну, там видно иногда их предыдущие комментарии. И чел у меня написал комментарий под сегодняшним видео насчет Armored Core. Мол, того там из того разряда, там, чувак, купи футболку. Мол, там, что-то один раз было хорошо, я такой зашел, а он уже такие комментарии почти везде пишет. Но, знаете, мне нравится, вот это вот, знаете, внутреннее мелкочленение жалкого псевдомужского субъекта. Говорит, нам, вот всегда, знаете, вот это стремление, нам, мы, вот это вот, ебаный, блядь, обоссанный нахуй колхоз. Этим отличаются жалкие вырожденцы. Вот, на самом деле, за это и очень хорошо дергать вот этой вот веточкой коммунизма. В целом, социум как таковой стремится. Колхозы не зря так были придуманы, это пиздатая тема. Как вы думаете, если мы берем каких-нибудь деятелей культуры, которые, ну, во многом были нонконформистами, да? Мы не берем там каких-нибудь Маяковских, которые худли бедным, пели в одну дудку с этой самой властью. Но при всем при этом тоже там мотались, да, со своими там героинами, метелками. Такое тоже было не все так просто. Но, как бы то ни было, никто из людей, ну, которые, так скажем, не приносят себя к этому самому общему человеческому социуму, не стремится к вот этой вот, знаете, там, овечьей, блядь, сегрегации, да? Имеется в виду, когда вот должен быть пастух, а все остальное, баранье стадо, нихуя. Идите нахуй, блядь. Какие мы? Всегда есть ты прежде всего, у тебя есть прежде всего ты. На каких друзей ты, чувак, блядь, пытаешься, я не знаю, каким друзьям ты взываешь в интернет-сетях? А боссаное ничтожество, блядь, сраная хуйня с форумов или с какой еще залупы? Какие друзья, блядь, ебаный чехокбель? У Стрелкова он был, а с какое количество друзей-подписчиков? Ну и че надружили ему друзья? Если дела так были хуево у Стрелкова, как думаешь, хуево дела у тебя, боссаная чмоха из какого-нибудь ВК? Твои дела плохи, они утонули, они уже на дне, блядь, они уже поросли там этим самым донным каким-нибудь мхом, ну, из которого потом листья нори будут шить. Вы ебанулись. Я говорю, вот это псевдо, знаете, такое, гойда, согласен, Витя, согласен. И вот это вот дела, знаете, вот эти люди, блядь, верь какую-то залупу, блядь, у них какие-то вот какие-то че-то, че-то собирается. Это если мы говорим насчет там вот этих вот зумеров, которые там не играют в сингл и все такое, это настолько мнимо, это настолько дуто, это настолько пусто, это настолько вообще ничего не стоит нахуй. Вот понимаете, в каком-то там Дискорде собираются там бедолаги по какой-нибудь там Доте 2 или что-нибудь, ну, завтра кто-нибудь из них крякает, ну, хорошо, они пару раз напишут лолкек и хуй с ним, и дальше будут сидеть в этой залупе. Все, ну, там, кто-то может через много лет поставить свечку, блядь, в ВК ему пришлет, и на это все закончится, вот она вся дружба. И знаете, кто что вспомнит, там кто-кто лолол, кто кеков, все, даже ничего не останется. Как кто круто, я не знаю, где-то, блядь, по пьяни там с крыши свалилось в какую-то хуйню, такой залупы не будет, блядь. Как вместе, я не знаю, там, пиздюками вы там катались на первом мопеде, на велосипедах гоняли от собак, блядь, я не знаю, как Коля там первый раз пошел покупать какие-нибудь гондоны, когда всем было по 13 лет в этом самом там в киоске. Но у вас даже таких историй нет, их не существует, блядь, в Дискордах, этого нету, понимаете, там нет соприкосновения с реальной жизнью, Дока 2, именно. Так, ну я помню твой стрим со Стасом, когда прямо задал вопрос анимешник в кепке, ты будешь строить социализм, он сказал, нет, я блогер, ну, блядь, ну, чё, так бывает. Социализм он не стал строить, зато, блин, видишь, там волосы пересадил. Тоже ведь, сука, хочет быть красивым, но таким, как я, невозможно быть. Мужская красота, кстати, не столько в визуальном образе, в волосах или в чем-нибудь, но само собой это как бы первые темы, которые тебя продают как личность, так как дамы-то на облик падки, а в дальнейшем ты уже их более-менее замолаживаешь своими увлекательными историями, то, как голос у тебя льется. Ну и в конце, когда все дело доходит, идет главный аргумент в ход, в бой, как говорится. Ты открываешь такой потихонечку и говоришь, а вот, платина в Элден Ринге, между прочим. Между прочим, платина в Элден Ринге. И не просто так. А вот еще Готти Эдишн Элден Ринга. Я еще проходил ее на другой Плейстейшн. И там тоже платина. И она уже, знаете, у нее уже по ногам все течет, блядь. Ой, блядь, ебушки-воробушки. Ну, так оно примерно и работает. Хотя, с другой стороны, знаете, я не удивлюсь, если в принципе, сегодня это работает. Ну, в рамках каких-то интернет-сетей, почему нет, на самом деле. Псоветуй фильм в стиле род муви. Блин, слушай, что-то недавно. Вот из недавнего я, кстати, смотрел. Опять, не жди от него ничего великого, никаких откровений. Называется «God is a bullet». В нашем прокате, ну, типа, «Бог есть пуля», по-моему, так оно называется. Но лучше смотреть, вот как ни странно, лучше смотри субтит... Блядь, я не знаю, какой вариант, вот где будешь искать, где будешь качать в кинотеатре, блядь. Сразу за опенгеймерами. И вот. И ищи тот вариант, который, я не знаю, как он будет называться, расширен или что-нибудь, потому что там всю церковную символику в русской версии вырезали, в официального там перевода или как. Потому что там очень много христианских отсылок, как только там про культистов. Это прям род муви. Его советуют. Такой неплохой боевичок. Кстати, с «Эйдж Гэпом», где главный герой тоже чел постарше, а лопулька у него где-нибудь встречаются со временем, так будет там помоложе. В общем, такая история. И помимо этого, слушай, еще хороший род муви. Если хочешь типа хоррора, посмотри «Страна осиновых кольев» первую часть. Это про вампиров. Ну, это больше такой про быстрых зомби, так скажем. Нормальный такой меланхоличный. Ну, вот из относительно. А так их немалое количество. Можешь посмотреть экранизацию Керуака в дороге. Ну, я бы не дико советовал. Вообще спорный роман сам по себе. Ну, вот, я думаю, этих хватит. Джеймс Кей. Месяца два назад писал тебе про неудачный собес. По итогу сейчас уже нашел работу. Переехал в Польшу. И завтра мой первый рабочий день. Спасибо. Да не вопрос, ты че. Ну, видишь, я рад, когда мои советы кому-то помогают. Здоровище. Платина, Демон Солс на PS3. Все. Все, бля. Любая тян ваша. Любая, бля. Не просто любая. Пишите. Я не знаю, кто хочет. Карине стримерше. Все, пизда. Вы просто пишите. У меня платина в Демоновых душах на PS3, PS4. Ее уже нет. Вы не успели дописать ей сообщение в чате. Она уже выехала. Уже билет на самолет. И она к тебе, Виталям, охуярит. На полных скоростях. Я не из России. У меня все показывает. Так, так. Так он не на реале снят. Че на реале? Не понял. Реале не реале. Ну, это вы что-то там. Никто не говорит, что что-то насчет реала снято. Человек спрашивал, чувак спрашивал насчет род муви. А не на реал. Это я помню, короче, у меня девицы знакомые смотрели, когда еще в давнюю времену фильм Астрал. Когда он только первый вышел, по-моему, или что-то такое. Они по приколу мне типа звонят. Блин, скажи, что это, мол, типа не на реальных событиях. Ну, хоть знаешь, но все равно девчонки как бы то не было. И я такой напугал. Этот канал настолько суров, что вырожденцы, которые не уходят в банк, перерождаются. Именно так оно и есть, понимаешь. А че нет? Это вполне возможно. Бог есть... Да нет. God the bullet, короче. Ну, дословно, если по словам Бог есть пуля. Вот так называется. И вот. Так, кстати, играет белобрысый чел. Мне нравятся все белобрысы актеры. Я сам белобрысый, поэтому такая хуйня. Нет. Но мой любимый, конечно, это Жора Батлер. Я жду с ним. Я с ним почти все фильмы смотрю. Жду с ним этот, как его... Вторую часть уже сняли. Очень классный боевичок, там, ну, где якобы такие копы, знаете, не очень хорошие, охотились за грабителями банков. Че-то, блядь. Ну, вот, короче, вторую часть снимаю. Ну, вообще, Жора Батлер такой нормальный чел. По нему видно, что, ну, такой и выпить может, и тусануть, но при всем при этом про себя не забывает прежде всего. Само собой, Леонид. Вот это вот все. Ну, типа так и должно. Бог есть пуля, да. Он снят по книге. Я не знаю, по какой он реалии снят. Он снят по книге, по давней. Чувак написал эту книгу, в том числе, отталкиваясь от... Кто писал там эту «Жажду смерти», давний рассказ, который экранизировали еще с этим сам Бронсон. Не знаю, насколько в реале часть. Буллет Трейн... Ну, Буллет Трейн вряд ли род муви, можно сказать, потому что они там все-таки в поезде находятся. А род муви, ты знаешь, именно сел, поехал где-нибудь, бензоколоночки, там вот это вот всякая такая хуйня. Такого плана. Там стилистика должна определенно вот это вот быть одноэтажной Америки. Буллет Трейн, это, скорее всего, тогда это не род. Вот это какой-нибудь Трейн муви, скорее всего. Так, никогда не слышал о тебе мнения про игру Мэд Макс. Вроде годная услуга. Мэд Макс офигенная. Я думал, про нее как-нибудь обзор полноценный снять. Одна из моих любимых игр предыдущего поколения. Одна из, пожалуй. Ну, само собой, первое место среди всего это Days Gone. Но Мэд Макс тоже занимает там крепкое место в этой самой пятерке-десятке. Для того, кто живет в России и соприкасается с реальностью, а не в рожденческой жизни, любой хоррор, я с тобой согласен. Я смотрю, блядь, хоррор вообще как бы. Ну, понятно, что в плане рациональности тебя уже не пугают, да, за редким исключением какие-то моменты, стечения обстоятельств. Но такое было много у кого, да. Люди, когда смотрели там первый звонок и после этого, ну, действительно, кому-то там звонил телефон, люди обсирались от страха, да. Стечения обстоятельств и не более. Ну, самый последний хоррор, который меня люто пугал, это Оно в пиздючестве, то самое давнее Оно, двухсерийное. Ну, двухсерийное на кассете, которое было в ЭХС. Ну, само собой, эти Evil Dead'ы, первый прям Evil Dead'ы, это прям хорошая тема, Ночь демонов, тоже из таких, из давних хорроров, вообще отличная. Лучше Род Муви, это Властелин колец. Может быть, но это не, это Род Муви, все-таки, знаешь, подразумевает наличие определенного вида транспорта. Ну, худли бедно, там коней можно в это дело вписать, но так, да, наверное, в какой-то степени тоже может быть, да. Так, я жду «Мятежная луна» от Зака Снайдера. Да, что-то я смотрел, но там очередная какая-то трейлер, видел, какая-то там черная женская протагонистка, да, что-то такое. Ну, я половину трейлера посмотрел, дальше меня не зацепило, не знаю почему. Так что насчет, да, того, кто живет в России, я с тобой согласен. Тут, блядь, такие Род Муви, ебанешься, на каждом повороте, блядь, Род Муви как ни крути. Ну, бедолаги, не знаю, ты, блядь, ездишь по каким-то нахуй этим непонятным заброшкам, их не существует, блядь. В моем Элден Ринге их не завезли. Я говорю, нахуй иди в бан, обоссаш, блядь. Сука, ничтожество ебучее. Привет от жирного щуплого рожденца. Это прикольно, то есть ты скини-фэт. А за год бросил курить и похудел на 10 кг. Не планирую остановить, спасибо за контент. Ты, блядь, не только бросил, я говорю, проблема ваша, ну, не ваша, многих людей заключается в том, хусьнем, что вы бросаете, ну, какие-то пороки, начинаете худеть. Вы под этим, блядь, растите какую-то часть мышечного каркаса. Че толку, что ты скинешь вес? Ты все равно будешь нескладным, уебанным. Ну, не ты конкретно, а вообще в целом. И ты конкретно может быть. Поймите, нужен мышечный костяк. Посмотрите мою превьюху на моем там старом видосе, где какой-то, по-моему, кое-что про физуху, или как так оно называется. Я гораздо более залитой, но посмотрите на меня. Там, там даже видно, блядь, кубики пресса на этом давнем видео. Хуй знает, сколько летней давности. Потому что, я говорю, если я сейчас обжирею, моя эта хуйня внизу никуда не денется. Я сверху скину, у меня останется вот этот мышечный костяк, который, видите, конкретно на этой превьюхе. Он долго будет сохраняться. А ты похудеешь, что у тебя останется? Понимаешь? Поэтому делай параллельно одно и то же. Худеешь, помимо этого ты бросил курить, это шок для твоего организма, как бы то ни было. Помимо того, что худеешь, ты, блядь, и про физнагрузки, само собой, не забывай, дорогой мой человек. Так, про наш запуск на луну высказил. На луну уехала наша Гойда. Нет, они что сказали? Они, говорят, сказали, блядь, перелетели. Ну, типа, немножечко долговато. Мне еще понравилась там история с фотографией. Они сначала прислали черно-белую, потом въебали с фотошопом. Мне знаешь, что понравилось в этом плане? У меня кто-то в комментах под шортсом писал, да? Ледяные ванны. Ну, не нужно обязательно контрастно. У людей может быть разное давление. У кого-то нормальное, у кого-то высокое, у кого-то среднее. Поэтому не нужно с этим переигрывать, знаешь, с ледяными ваннами. Это, я говорю, слишком, вы предлагаете слишком кардинальные темы. Слишком кардинальные темы не работают для людей, которые только начали, возможно, там, свои какие-нибудь эти спортивные, так скажем, приключения. Это, блядь, не очень хорошо. Если ты не в курсе, огромное, ну, не огромное, немалое количество людей просто дохнет, блядь, которые купаются в проруби. Мы берем среднестатистического, этого, пивного, блядь, алкаша, у которого уже сосуды все забиты холестерином, блядь. Он едва передвигается. Пердит постоянно с подливой. Это алкашнё ещё, животное, блядь, ныряет куда-нибудь в минусовую температуру, в прорубь, и всё, и пиздарики. Мотор останавливается. Контраст хорошо, но к нему нужно постепенно, или если у тебя хорошая физическая активность. Возьми обоссанного жирного Элден Ринга, какого-нибудь арморткорного бедолагу, и закинь его в эту самую контрастную ванну. Да упаси боже, это свинья крякнет, блядь. Нахуй оно не надо тебе, ты чё? Такой грех на свою душу берёшь. Скинул 20 кг и набрал плюс 7, но уже 100 толкаю. Вот, вот это правильно. Но, я не знаю, в том случае, как, не стремитесь к большим весам, потому что все вам скажут, что большие веса, они же, блядь, убиваете связки прежде всего. Связки, самое остальное, огромное количество людей. Я не как фитнес-эксперт, блядь. Понимаете? Вот, чел пишет, ледяные ванны опасны. Соседка таким образом инсульт получила. Я говорю, будешь, блядь, ходить, половина тела будет работать, половина другая, как повезёт. Драйвер Сан-Франциско. Прикольная была тема, да, согласен. Слышал о Папирум, новой игре для Мегдрайва. Да нахуй, блядь, эти Папирумы. Дэд Дэйв, здоровый вариант на Сахарный СССР. Помнишь эту историю про Сахарный СССР? Рад. Много разных игр, знаешь, выпускают, в том числе для Мегдрайва и для всего такого. Блядь, да да всё, времени не хватает. Ну, нахуй, их и так, этих игр, да хуя. Я говорю, вот мы говорим о том, я в том числе говорил, да, сегодня в этом стримчанском, что куча игр у вас даже валяются, там, скаченные, там, где-нибудь установленные в Стиме, если он до сих пор работает в России, не знаю, в которые вы, блядь, никогда не играете и не включите. Ну, а вот оно тебе надо, вот это какое-то, блядь, Папирум для Мегдрайва. Единственное, что ты с ним сделаешь, скорее всего, это посмотришь какой-нибудь видос на Ютубе какого-нибудь чувака. Какой ваш любимый музыкант? Ну, у меня, в принципе, прям любимых немалое количество. Наверное, такая группа, которая вот дико резонирует. Это как Yellow Card, Sam 41, ну, там, Блинки. Из новых, кстати, могу вам посоветовать, кто любит поп-панк, вообще отличные челы, они немцы сами по себе, но у них альбом вышел вот этот вот английский. Группа называется... Блядь, как она называется? Не помню, как она называется. Ну, короче, дофига интересных групп, периодически, знаете, там вылетают, которые буквально там группы одного альбома, да. Там разные, что я могу вспомнить, там, What Made Me, Lucky, Famous, например, да, которые там один одно что-то выпустили. Вилла. Привет, знакомы ли ты с творчеством? Конечно, антифлаг знаю, да. Если да, то как они тебе? По-моему, сейчас как никогда актуальны. Ты, Миш, ну, ну, в плане лирики, да, я с тобой согласен. Антифлаг, они, ну, в принципе, всегда были, знаешь, там, против вот этого самого анти-говермента и все остальные дела. Вот группу, которую я говорил вам, которую я не вспомнил. Блин, как она называется? Ой, ну ладно, не буду сейчас искать. Вот у них тоже такая песня, просто сейчас это очень трендово. Песни как раз там, типа, про диктаторов. Поп-панк, ну, в целом, мелодичный довольно-таки поп-панк, но при всем при этом они хорошо рубят. Как ни странно, очень хороший иногда американско-звуковой поп-панк выходит у французов, у немцев, в том числе, я сейчас не вспомню, тоже другую группу. Ну, когда они пишут конкретно вот альбомы на английском языке, то есть прикольное такое есть. У французских, наверное, самая известная группа, которая с каверами выступала. Они, в том числе, в Москву приезжали. Я ходил на их концерт. Челы, которые записали «Звенит январская вьюга». Они итальянцы, по-моему, кстати, были. Или французы, хер его знает. Ну, нормальная была. Говорят, сейчас, конечно, к нам уже никто не приедет. Да и нахуй надо, блядь, чтобы нам кто-то приехал? Че, ты в кино будешь ходить ебанутый? Че, дурак, блядь, а босса? Ну, иди, скачай. Это Armored Core, Сторонтов. Жирное, свиноподобное уебище. Нормальная тема. Всем советую. Raise Against the Machine. Слушай, они всегда были, они даже еще в те времена, помнишь, они делали песню, когда были эти ураганы всякие и прочие остальные дела. Так что, да. В GTA V на Winewood Boulevard были достойные группы. Не понял, о чем ты. Здесь, понимаешь, здесь мне нужно знать лор. Это о какой GTA V? О той пятерке или о каком-нибудь Сан-Андресе? Мы за доку. Я с тобой согласен. Дока – это наше все. Дока, блядь, это вообще нормальная тема. Жиза в Стиме больше четырех сотен. В год, дай бог, десять прохожу. Ну, понимаешь, а еще ведь новые они, блядь, выходят. И на 50 часов какие-нибудь Starfield. Да и куда их деть, нахуй? Хуй его знает. Бедолагам все мало, блядь, понимаешь. Буду устанавливать все игры. Вот ты раньше, блядь, проходил столько-то игр в год, а теперь ты проходишь вместе. Ты что, меньше? Ты что, ебанулся? Че ты, блядь, с нами в этот стул, блядь, не пердишь своими черными плащами? Ебаный дебил. Хуйней какой-то занимаешься. Дурак, блядь. Так он про радиостанцию. А, ну да, все, может, тогда понял. Тогда понял. Ну, Зайцев Дима, Димон. Привет, обещал успеть. Хватит работать завтра в зал. Знакомые с военкомат области сказали, пока дышите, но мало ли движут. 24 в 24. Так, а в 24 что имеется в виду в 24? Если ты насчет призыва... Это не только, знаешь, там насчет призыва. Я вам скажу, да, ребятушки, да, да, да. Готовьтесь, готовьтесь. Не только касаемо срочников и всего такого. Готовьтесь, да, да. Дедушка, дедушка не планирует ничего заканчивать. Дедушка вам придумал огни Рубикона, нахуй. Это будет не из торрентов Armored Core. Пиздулай, в обоссанных креслах ждите. Трехлинеечка на вас где-то запахана. Она ждет своего часа, нахуй. Так что не переживайте. Стасян будет вещать о том, как вы на огнях Рубикона, нахуй. Итальянцы, да, Таня пишет. Может быть, может быть. Так, нахуй наша великая страна, итальянский рок. У нас, если не повторим, я с тобой согласен. Бля, шаман это наше все, это сто пудов. А с чего тогда начать физнагрузки? Я даже на физру не ходил толком из зазрения. На зал пока денег нет. Знать бы хоть в какую сторону. Слушай, но банально начни дома с приседаний и с отжиманий. Самое простое. Вот и все. Только не сделай, типа, в день так, знаешь, там, ой, я 10 раз присел, 10 раз отжался. Нет, вот, типа, первый раз, вот сколько у тебя получилось максимум себя выдавить. Ну, пусть там 4 раза отжался, да. Ну, пусть там, если вообще не получается так с колена как-нибудь отжимайся, да. Ну, ты сделал 4 раза, но знаешь что, в день ты должен минимум сделать 5 подходов этой истории. То есть, хочешь, не хочешь, блядь, все дела, лучше, конечно, как минимум за раз. В день ты должен сделать 5 раз по 4, если прям вообще уж никаких абсолютно там ни мышц, ни хуя нету. И постепенно все это идет к увеличению. Допустим, увеличиваешь количество. Получилось 4, поверь мне, через неделю ты будешь уже делать 5 по 5. И не столь это будет тебе сложно. Через 2 недели легко будешь вытягивать десяток. Когда уже что-то более-менее подошло с отжиманиями, с приседаниями, что-то вырисовывается. Если есть там рядом с домом какие-нибудь брусья, турник, уже попробуй, я не знаю, там от них какие-то другие упражнения выделывать. Понимаешь? Только не надо, не нужно сразу стремиться к сложному. Допустим, какие-то там подтягивания и прочее. Хотя, с другой стороны, может, у кого-то это дело идет. Но банально с дома с этого самого начать. Можешь себе хоть и с кирпичей, блядь, скотчем обмотать, какую-нибудь гирю сделать. Тоже не проблема, даже тратиться не нужно. Так что это нормально. Так, да, мясной куб, а они все мыли. Ну, что с них взять, блядь, понимаешь? Если такие люди, что ты хотел? Чтобы найти такие локации достаточно. Да нет, это все пиздешь ты, это все неправда, нахуй. Я снимаю какой-то хуй-то. Сидел бы в кресле, пердел, тогда бедолагам бы обзор. Хотя им ничего не нравится, понимаешь? Им, блядь, там моя квартира не нравится, блядь, там не подходит это, блядь, не нравится. На улице им не нравится. Иди нахуй, чморода. Димон, я про 24-й год им где-то служил. Я до сих пор сусиму не распаковал, и дейсган, главное, 24 раза подтянусь. Но это дело про 24... Ну, как бы, в плане того, что 24-й год не закончен, да, да, не закончено, нет. Поверьте, дед не планирует ничего заканчивать. Так что на 24, да. 24 раза хорошо, что нет, нормальная цифра. Я не люблю себя перезагружать, но я говорю, я подтягиваюсь этими типа подходами. Я делаю 5, но сейчас как я делаю 5 подходов, ну, типа, чтобы не особо напряженно. Начинаю там 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Вот так, по подтягиваниям. Ну, и 5 каких-нибудь других упражнений. То есть, если изъебываться, ну, наверное, там прямым хватом раз 20 я подтянусь, обратно, наверное, раз 25. Вот как-то так. Ну, это прям, чтобы прям постараться. Но я не люблю ни к чему типа из себя, понимаете, давить. Лучше как бы пусть мышцы работают. Так что нет, ну, хорошо. Это все равно хорошо. Ты чувствуешь себя сильнее, блядь. Это удобно. Кровь лучше гоняется. Шишка лучше стоит, в конце концов. Так, можешь гирьку откопать у бати в гараже и начни. Да, ну, как бы по-любому что-то можешь найти. Я тебе говорю, можно хоть там на улице банальные какие-то кирпичи взять. Просто в мешок, в сумку их положить. Тоже начинать немножечко тягать. Просто не пытайся сразу из себя пиздец вот сильно там огромное количество. Просто бери количеством подходов, как я тебе сказал уже, да. Вот получается, чувствуешь, у тебя организм сам как на все дело среагирует. И не жди, что сразу будут безумные результаты. Не надо сразу жрать какой-то там, блядь, протеин, какие-нибудь батончики. Просто живи в том ритме, в котором ты живешь. Попытайся побольше, пока еще сезон есть, добавлять, например, овощей, да. Если уж жрешь совсем хуевую какую-нибудь хавку. Ну и не забывай, что в данном случае твои нагрузки, вот эти вот самые физические, это уже каждый день. И вот ты и от этого немножечко отталкиваешься. Сейчас пересмотрел Т2. Так, охуенно могли в эффекты раньше. Слушай, ну и сейчас многие могут в эффекты. Просто сейчас мы ими уже приелись. У нас дохуя всяких этих самых эффектов. Не то, что прям раньше было пиздец как великолепно, а сейчас как люто хуево. Сейчас тоже нормально все обстоит. Буду устанавливать все игры разом. Так, подожди. Игр весь год ждал, до сих пор не сел ни за одну. Тупо времени нет, ну и нормально. Всецело разделяют твою точку зрения. В пятницу наступает осень, и кровавые облака идут по душе врожденцев. Ну почему сразу кровавые? Мне нравятся огненные закаты. Вот сейчас они как раз будут в сентябре, скорее всего. Так что так. Видели, как негры в Африке качаются в селах всем чем... Да, ну понимаешь, это абсолютно нормально. Я говорю, люди, дело в том, что они не понимают, что это тип процесса. Они хотят быстрого результата. Кто-то приходит, покупает себе там какие-нибудь, знаешь, там самые дорогие вариации гантелей и все такое. Хотя ты можешь банально начать все, начиная со своего веса. То есть фишка часто заканчивается тем, что люди даже банально покупают абонемент в спортзал или кто-то кому-то дарит, и они не пользуются этим. Зачем вам нужно то, что вы не используете? Ну давайте вот логически из всего этого дела обходить. Поймите, люди, когда обрастают, я конкретно вот сейчас скажу, люди, когда обрастают вещами, проблема заключается в том, что их обрастание вот этими вот самыми конкретными вещами, это некая попытка забить чем-то пустоту бытия. Потому что любая тема, которую мы совершаем, она поглощает время нашего дня. Любая вещь. Вот ты с утра банально проснулся, приготовил себе там завтрак, да? Если там с какой-нибудь бояриней, ну неплохо бы тоже, поверьте, дорогие мои мужички, особенно вдруг, если вы там, ну недолгосрочно встречаетесь с какой-то девицей или что-нибудь, ее это вот чертовски приятно удивит, если вы с утра само собой пораньше встанете, приготовите и все такое, ей будет чертовски приятно. Сейчас это скорее исключение. Вообще, на самом деле, я поражен, ну, зная там определенное количество там бояринь, да, и все такое, насколько, ну, мужики обмельчали вот именно вот со своей стороны. Вот смотрю, блядь, вот типа какие у них были до этого бедолаги, ну просто, блядь, пиздец. Ну, понятно, что, конечно, они так втюхиваются после этого, что ж поделать. Нескромно, да, но да хуй с ним. Потому что реально, челы как-то, блядь, отучились банальные базовые вещи делать, ну как-то, знаешь, там. Я не говорю, что какое-то нужно безумное удивление, ну просто, я не знаю, ну будь ты мужчиной, проявляй нормальные мужские качества и все, ни больше, ни меньше. Я имею в виду это рядовые отношения какие-нибудь, да, там, не с какими-нибудь там, я не знаю, там, эти интернет, блядь, стримерши, переписки и вся вот эта вот залупа. Нет, ну так в жизни. Банальные, простые вещи для девицы нужно делать и все, и как бы все оно само по себе работает. Ну ебля, само собой, хорошая, без этого никак. Так, когда качаешься, нужно много жрать или наоборот, прости, если вопрос дурацкий, ну, наверное, что-то зависимо от того, что ты хочешь. Я, типа, я просто занимаюсь для здоровья, да, и вот как-то так, у меня нет приоритета, но, наверное, если ты хочешь, типа, стать большим, наверное, действительно нужно много жрать. Ну, я не стремлюсь быть большим, то есть я к этому, потому что это тяжело, много мяса ты все равно будешь на себе носить. Лучше делай это для общего, типа, состояния организма. Поверь мне, у тебя будет рельеф, там все вот это вот нормально, все будет в порядке. Не стремись именно быть гигантским. Если ты только можешь, ну, пытаться скомпенсировать какие-то моменты, здесь нет ничего плохого, да, может, там, часть роста или что-нибудь еще, то, наверное, да, в этом нет ничего плохого. Если ты, типа, ну, в целом не низкий, нормальный, симпатичный чувак, просто делай для хорошего своего физического ощущения, ну, и для прочих каких-то делов. Я тебе советую так. Тем более, если ты только начинаешь, не гони сразу за результатом. Сначала почувствуй отклик своего тела. У меня одногруппник 90 КГ в один момент невероятно замотивировался занять спортом. Думаю, вот настал день первого похода в качалок, пришел он в зал, спустя 15 минут уехал на скорость с разрывом вен. Вот я поэтому и говорю, не надо, блядь, рвать себя. В зале в чем проблема? Да, ты можешь, блядь, сколько угодно блинов накинуть и все остальные дела. И тебе вроде кажется, да, вот сейчас ты готов потянуть, и потом пиздец, все как хлопнет. Никто не знает, какое у тебя физическое состояние организма и прочие дела. Так что нет, просто попробуйте, я говорю, кто только начинает своим собственным весом потихонечку, небольшие нагрузки, да, помаленьку. Если это связано конкретно со сбрасыванием, добавляйте какое-то кардио. Никто не говорит, что вам нужно сразу бежать. Но если есть возможность, все-таки пробегитесь, потому что сейчас велосезон скоро будет заканчиваться. Опять же, не у всех есть велик, да. Пробегитесь хоть чуть-чуть, выберитесь в парк, да, и просто в этих самых там беговых кроссовках. Не нужно там сразу целиком, блядь, себя там ушатывать. Но определенную дистанцию решите для себя, что нужно пробежать. Вы ее сегодня пробежите, на этом не закончите, да. Через день хорошо, то же самое. И с возможностью через неделю увеличение. Метража, про километраж мы уж не будем говорить, да. Так, у каждого найдется такая история. Я бы лучше послушал истории, типа, у меня два знакомых качают с детства, и до сих пор печальные случаи всегда можно найти. Ну, дело же не в том, что качаются, знаешь, и все такое. Дело в том, что люди просто иногда выполняют определенного рода там физические действия. Потому что у огромного количества людей сама по себе и работа, и сфера жизни сидячая сейчас, да. То есть, вот в этом проблема. Поэтому многие люди, которые там, я не знаю, путевые обходчики, которые ходят по шпалам колоти, да. У них там более-менее хорошая физическая форма. Или людей, которые, может быть, там работают, банально там грузы какие-нибудь тягают. То есть, это как бы в порядке вещей. Мне, короче, дядька мой звонит, я был чуть в другом месте там. И он говорит, поможешь, ну, там в гараж ему должны эти мешки с цементом перетаскать. Мол, я говорю, да, да, все хорошо, сейчас, типа, прыгаю. Я там был в другом месте на мотоцикл, я пока заехал до полчаса. Дядька мой, человек в возрасте, но он занимается физическим трудом. Ну, то есть, у него отличная физическая форма и прочее. Человек перехуячил 40-килограммовые мешки. Я такой приезжаю, что уже, сколько он там, где-то 30, что ли, мешков. Один сам на себе, ну, там, правда, недалеко, ну, как бы, все это дело, прикиньте, прокидал. То есть, в порядке человека за 50, что бы вы думали. Но он всегда, типа, занимается физическим трудом. Имеется в виду, там, мы на своей, ты, как бы, работе. То есть, это, как бы, не проблема. Я такой приезжаю, я говорю, а как уже все? Он говорит, ну, там, если что, пришлось бы, типа, доплачивать всем делам. Я говорю, ну, если мог бы, я приехал быстрее. Мне просто было быстрее никак, я и так там по трассе гнал. А я ездил, это, как его, кота кормить. Ну, потому что люди уезжали, нужно было его покормить. Годы, прохожу с 20 по 10 часов в год. Только до середины второго акта дошел, нравится. Но не больше 10 часов в год. Ко второй части пройду, почему нет? Почему нет? А будет ли вторая часть? Ее же говорили, зарубили из-за рейтинга на метакритике. Слушай, проект уже одобрен как таковой. Я уже давным-давно это говорил по этому поводу. Фишка в том, что анонс вы не получите в ближайшее время. В ближайшее время нет. Дима. Так, ну да, это моя ссылка. Ты прислал ее, но она наверху написана. Когда будут новые выпуски, не вышло и Legacy of Kine будет. Блин, ну будет как-нибудь, как у меня будет настроение. Пока, Виш, не хочу. Legacy of Kine, она, понимаешь, она очень длинная. Я хотел сделать видео по ней, но получается, если я, например, про Dead Sun буду делать, дохера еще по поводу чего придется делать. И там много чего. Я хотел делать отдельный выпуск по поводу Blood Oman'а первого. Там конкретно тему, которую через 10 лет спустя нашли. Там корабль один пиратский. Но там очень глубокий лор, там одно на второе завязано. И я такой думаю, я, как правило, выпуск не вышло. Я сажусь, пишу его, ну где-то, я не знаю, там, может, час, да, набиваю. Но это же такие выпуски, где я там потом начитываю текст, написанный собой, да. Где-то я час его пишу, потом 10 минут пробегаюсь. Худле бедно, какая редактура, и все. А здесь я, если сажусь, начинаю писать. Я понимаю, что я захочу захватить Dead Sun. Здесь туда отсылку, сюда отсылку. Вот это все, пятое, десятое. И очень большой выпуск получается. Ну, нахуй не надо, как бы, понимаешь, не охота. Не хочется. Сейчас другие, как бы, ощущения у меня. У меня все ачивки в Baldur's Gate 3. Поздравляю тебя, поздравляю. За это не грех, как говорится, вон и кофейку поднять. Вот вам история. Прямо сейчас квартиру затапливают с чердака. Посадил кошку в тазик и включил ей музыку из пиратов. Пью и смотрю стрим без электричества и телефон жду страховщиков. Ну, ты бы хотя бы с чердака. То есть, у тебя как бы последний предчердачный этаж. Ну, да, хуевая тема. Значит, ну, все пиздарьки. Значит, нужно в этот джек писать. Главное не унывать, и завтра будет лучше, чем сегодня. Но с этим ты уже ничего не можешь делать, если льет, понимаешь, с чердака. Значит, как говорится, ну, всей управляющей компании нужно писать, чтобы вам перекрывали крышу. И лучше заморочиться этим сейчас, пока еще не наступила осень. Потому что сейчас будет осень, дожди, потому что эти хуи могут до зимы дождать. А прикинь, когда у тебя будет зимой вот этот вот дождь со снегом, и вся эта хуйня будет промерзать к твоим стенам. А потом, паси боже, промерзнет квартира, и будет грибок. Ты сам знаешь, на нашей власти, где, блядь, сел, там и слез. Так что, не, лучше сейчас, если это от тебя зависит, сам немножечко полопочи по этому поводу. И когда люди приедут, скажи так, мол, и так, куда что написать, там, к кому съездить, посмотреть, куда бумажки отдать, чтобы они уже начали перекрыванием крыши. Потому что это нахуй никому не надо. Так, всех приветствую. Играл ли ты в Little Nightmares? Если играл, то как в целом игру? Слушай, мне кто-то спрашивал уже по поводу ее, ну, типа, как говорится, not my cup of tea, не моя чашка чая. Вроде нормально, но я не дико люблю вот эти вот конкретно. Ну, и сейчас и времени, блядь, на все это делается. Для меня вот игра вот на данный момент такая. Нормальный, мускулинный, мужской протагонист, за редким исключением. Сингл-плеер. Зайцев Дима. Тьфу, пока победа. Так вот, на печеньке поддержать, так сказать. А так рекорд 178 раз за трену потянулся. Рекорд на печеньке. Спасибо большое. Ну, ты видишь конкретно, видимо, у тебя подтягивания хорошо получаются в твое здоровье. Я говорю, я не гонюсь за рекордами прям, ну, в целом. Знаешь, я даже вот когда делаю, ну, типа до отказа, да, условно какие-нибудь упражнения, я делаю так, ну, например, какое-нибудь количество подходов, думаю, что-то вот сегодня вот идет это хорошо, да. Делаю, допустим, пять по двадцарику. Потом думаю, а что нет, еще делаю там пять по двадцарику. И потом смотрю, уже там тяжеловато. Да, и потом по пятнадцать хуячу просто на сколько хватает. Даже не считаю. Типа делаю, делаю. Нет, ну, если ты ставишь рекорд, что нет, это все равно много 178, да. Я, наверное, сколько, ну, вот так вот конкретно за подход, да, в целом. Я, кстати, это еще в столице было, там у меня тоже есть некоторые видосы. Я как раз с боярней там познакомился. Но как это было? В общем, пятница или что-то такое. Я приехал там в свое место, где я там тренируюсь. Ну, имеется в виду на такую спортивную площадку. И туда девицы пришли. Время как раз было пятница. Их туда собрали. Видимо, там немаленькое количество. Они с ковриками пришли заниматься, то-се. И я такое свое делаю. Ну, обычно там пять подходов по пять. Ну, пять подходов по десять, точнее, да. Этих самых подтягиваний. Хотя больше, наверное, сотни я сделал. И я такой смотрю, то-се. И что-то такое посмотрю. Ну, я там по торсу хожу. Красавец. Все как полагается. Ну, и с другой стороны, понимаешь, китченкры. Здорово, здорово, крабик. Привет, братишка. 100 лет тебя живьем не видел. А давно уже не было стримов. Вот приятный вечер в не самые легкие дни. Донейшн тебе и всего самого наилучшего. Спасибо. Потому что предыдущий стрим тоже, наверное, где-то месяц назад или около того был. И вот. Так, погоди. Надо бедолагу какого-то забанить, а босса, ну. Сейчас. Так, бог войны. Фук так перекинул. Чай еще не закончился. Жить хочется, пока жизнь возможность дает. Так что надо форму, как у тебя. Ну, не гони за мной. Просто делай для себя. Сейчас, погоди. А босса что надо? Опачки. Опачки. А босса что уехал? Ничтожество жалкое. Обожаю ничтожество. Передай привет родителям. Пусть мамаша приготовит тебя в бутерброды. Вся твоя жизнь будет жалкой, ничтожной, вырожденческой. Ты чмой, ты это заслужил. Ну, это я к бедолаге сейчас, который в бан уехал. Так вот. История заключается в чем? И что-то типа я сделал свою такую тему. И хожу вокруг там. Боярни смотрю. Так на меня там поглядывают. Вот я приметил. Одна вроде так более-менее что-то ничего, да. Ну, и я дальше не буду. Я просто там ходить ебланить. Пока то все. Еще потянулся подходик. Словно еще там пять по десять раз. И потом что-то они когда там переходили у них какой-то. Знаешь, там пошла девчонка, которая привела их туда музыку менять. Что-то с айфоном там. То все. Там начала там немножечко там мозги там свои какие-то ебать. И я по-тихому к этой, в общем, подошел. Мы с ней там пару слов перекинулись. Постояли. Я говорю, ну, начал издалека. А что вы здесь делаете? Мол, как говорится, а чем вы занимаетесь с ковриком? Говорю, я здесь часто бываю, ни разу вас не видел. Она такая, ой, вот я, мол, только записалась. Это у нас вот сейчас там начинается. Мы в пятницу, мы, мол, в таком спортзале занимаемся. А это у нас иногда, мол, дни на выходе. Пятое, десятое. Ну, и вот. Ну, ничего с ней не вышло. Мы один раз встретились. Ну, что-то как-то не пошло. Вот. Ну, как бы то ни было, вот, и поэтому, ну, наверное, больше сотни суммарно я сделал. Можешь раз их узнать, 130, типа того. Видел, да, Кримсон Дезерт. Что думаешь, нравится тебе Скорим? Не, не фанат вообще Скорима, не фанат. Ну, и Кримсон Дезерт, вообще, не знаю, это какая-то, типа, что-то онлайновое ММО или что-то такое. Не знаю. Если человек никогда не занимался спортом, у него первое время будет рекомпозиция тела переть, то есть худеть одновременно. Да, это есть. В самом начале я с тобой согласен, что, типа, есть, конечно, в начале очень-очень заметно. Прогресс. Фишка в том, что у тебя начинают надуваться мышцы, потому что они вообще не готовы к тому, что ты хоть как-то, блядь, с ними взаимодействуешь. Они охуевают. И потом как раз многие переживают в плане того, что, типа, вот остановился якобы рост как таковой. Но дело заключается в том, что, типа, вы поймите, спорт, как я уже говорю, это не результат финальный. И спорт для здоровья, это, типа, вся жизнь твоя в целом до старости. Огромное количество дедулаев ты можешь встретить, я говорю, летом на этих самых спортивных площадках, это нормально абсолютно. То есть, как бы, в порядке вещей это приятно смотреть на взрослых людей, которые там, ну, в свои годы отлично выглядят и имеют отличную физическую форму, и у них там кровь нормально гоняется. Извините, 70-летние дедулаи могут дать фору обоссанам, блядь, этим ютубным вырожденцам. Поверьте мне, это здорово. Такие люди вызывают радость и уважение. Так вот. Это да, то, что в начале прет, и вот я говорю, просто поймите, вы к спорт относитесь не как к точке финального результата. Это не как накачаться к лету, там, или как сбросить вес к лету для барышень, да. Мы уж тут не будем говорить, там, про женское сословие, то есть, мы конкретно про нас, там, про чувачков, про мужичков. Начал заниматься, все, не бросай это дело. Иногда, само собой, куда-то там приехал отдохнуть, может, даже на недельку, то все, иногда там приболел или что-нибудь, но потом ты к этому возвращаешься. Торпеда, привет, кто не любит играть с женскими персонажами, тот гей, согласен с этим. Да слушай, мне кажется, гей не от этого зависит, чем ты любишь, там, играть с женскими, мужскими персонажами. Это вообще не в этом. Я думаю, с этим нет абсолютно никакой связи. Тут нет прямой корреляции. Я говорю, парадоксально, что, я говорю, вот эти вот самые образы, знаешь, там, люто каких-то там непонятных челов, которые там эти все, наоборот, с бородами, со всеми делами, а являются самыми пробитыми геями. Ну, так вот оно устроено, что ж поделать. Тут, к сожалению, ничего не работает, или к радости. Твое здоровье. Такс. Живу в Японии, отвык уже, что дождь может хоть в какой-то дискомфорт доставлять. У нас тайфун прошел, ничего, во Владике от него же потоп целый. Блин, ну здесь тоже, видишь, сейчас такое дождливое лето. Просто кому как, здесь много моментов, да, так как я человек, ну, который разделяет часть любви к этой самой там мото-культуре, а тем более у меня сам по себе этот байк, ну, у меня короткое заднее крыло, бобер, вот для меня прям дождь, это вот нелюбимое время. Ну, бог с ним, когда ты едешь там куда-нибудь на конкретную какую-то дистанцию, хер бы с ним, да, еще понятно. А если просто погонять, покататься, это пиздец. Особенно, если ты едешь по всяким нашим разъебанным дорогам, где вот я недавно, я, блядь, километров 20, нахуй, я хуярил по каким-то полям. Просто, знаете, вот я сам для себя куда-то, ну, типа ехал-ехал, думаю, хочу сюда повернуть, то-се, повернул, блядь. И знаете, такой момент, когда назад возвращаться в лом, дорога пиздецовая. Думаю, буду хуярить вперед, пока худо или бедно, какая-никакая гравийка есть. На встречу мне какой-то бедолага едет на велосипеде, я думаю, едет он, он не может ехать из ниоткуда. Еще километр через три, что ли, там начинается какая-то деревня, мимо деревни проехал, думаю, ну, дорога-то меня куда-то приведет. И потом я еду, блядь, и смотрю, она разветвляется, ну, типа, как это, для трех богатырей. Прямо поедешь, у тебя просто, блядь, это самое, ну, там еще грязь, какие-нибудь дожди все равно были. Короче, прямо грязная дорога, справа грязная дорога, слева еще худо или бедно какая-то гравийка. Я еще по этой гравийке пиздярил, блядь, в полях. Еду, еду, смотрю, какая-то Нива вдали, что-то останавливаюсь, там мужик с ружьем. Я говорю, слушай, дорога хоть куда приведет? Он говорит, ну, ты заехал, вот если обратно ехать, я говорю, обратно я знаю, там до деревни километров 10. Он говорит, я оттуда, но если туда поехать, там километров 7, и выезд на трассу. Я такой думаю, ну, не обратно же ехать. Я его спросил, а что, как, он говорит, ну, я вот здесь охочусь, я говорю, а что, поля здесь, я говорю, мол, кого бьешь? Он говорит, ну, сейчас зайцы, типа, как, вроде как, сезон. Я говорю, ну, и что, есть дичь в этом году, он говорит, ой, что-то там хуево, то-се, ну, так, все равно, как-то поддержал разговор. Попиздярил дальше, короче, я в этих полях, блядь, километров 20 намотал, нихуя нет, одни поля, блядь, вот тебе Клещеевка нахуй, ебаная босса же. Когда выйдет Silent Hill 2 ремейк, как думаешь, инфы по этому поводу, нет вообще, я и говорю, о, жду не дождусь, так, а хочется увидеть, то же самое, блуберы натворились, сравнить с оригиналом. Не, если ты фанат оригинала, жди, понимаешь, ну, как бы, а что тебе еще остается? Ждешь ты или не ждешь, раньше она не наступит никак, ничего с этим не попишешь. Так, давайте какие-нибудь еще в чатике вопросы, давайте еще посидим с вами до половины и будем завершать. Я думаю, мы посмотрим как раз интервью Габлача и Стасяна, собственно, вот, наверное, где-то в среду, дай бог, если все получится. Планы примерно такие. Так что давайте какие-нибудь ваши вопросы из чата и будем завершать. Как ты относишься к другим геям? А, ты подразумеваешь, типа, что я, типа, этот гомосек? Не-не, я таким не являюсь. Ну, извини, я тебя забаню за то, что ты жалкая босса на ничтожество. Я считаю, люди могут ебаться, как хотят. Знаешь, там, геи они, трансгендеры и все такое, их личное дело. Но я к твоей радости, наверное, или к твоему негодованию сугубо вот придерживаюсь любови к нашим прекрасным умопомрачительным и обворожительным боярами. Муж такой я человек. Не обессудь. Что думаешь о Казани, а что не думать? Хорош сам по себе город. Был там, кстати, познакомился с одной боярней, довольно-таки симпатичной. Но это было некоторое время назад. Она из Казани. И поэтому, так как я туда не поеду, наше общение, ну, в некоторой степени прервалось. Ну, не охота сейчас, конечно, мог бы сгонять, но оно того не стоит. Причем очень прикольно. Девчонка прям вообще такая себе, ну, симпатичная, офигенная. Ну, блин, у нее такой странный говор, я вообще не ожидал. Поверьте, бывает вот такой лютый диссонанс, да. А мы с ней познакомились, как, ну, типа, в одном там танцевальном заведении. Я к ней подожду. И такой, блин, что за говор, что за хуйня? Она говорит, я, мол, проездом там из Казани, то, сё, ну, и, в общем, лалы-лалы и пятое-десятое. Ну, так, забавно, так оно бывает. Что по книгам? Какие прочел? Ну, слушай, так я же рассказывал уже сегодня на Стримчанском, собственно, какие прочел. Вот последнее, которое прочел до того, как сейчас читаю вот эту вот самую, как его, до того, как читаю Перевал Дятлова, я читал вот «Старые друзья» французского писателя. Прикольная тема. Сейчас будет тупой вопрос, если что смотришь кастом сториса. Не, вообще, я помню, кто такой чел, такой этот странный, ну, немножечко всратоватый, белобрысый чувак. Ну, блин, он вроде нормальный, веселый, но это пиздец, блядь, ну, чел, ну, какой тебе, ёб твою мать, ну, блядь, ну, мерзость, какое-то аниме. Нет, все мы разные на внешней, ну, он, вроде, там, на гитаре что-то хорошо играет, ну, блядь, это аниме-блево-то, ёб твою мать. Побрейся уже на лосо, брось эту залупу в пизду. А так, ну, вроде веселый, хороший обзор делает, людям, наверное, нравится, но это не мое. Я, в основном, сейчас вообще не смотрю видеоигровой сегмент, за очень редким исключением, да. Ну, скорее, иноземный смотрю. Иноземные какие-то там прикольные моменты. Од Хедер, например, смотрю, ну, этот чел у него там огромный, там, у него там дискорды, что только нет. Там насчет всяких, знаете, пасхалок и всяких делов, там, найденных в играх много лет спустя, вот типа того. Стругацкий, молодцы, лучшие, одни из лучших фантастов своего времени и по сей день актуальны. Вот с экранизациями что-то у них как-то не очень хорошо задалось, да. Ну, наверное, а ты любишь Стругацких не в плане того, что ты почитал, почитал, имеется в виду, не в плане того, что ты прочел, а в плане того, что ты почитал-уважал их фантастику, а потому что вот Сталкер, да, наверное, одно, второе, третье к себе притянуло. Поэтому или как? Так что вот. Ну и вот, и все равно давайте вернемся к тему, там, к сексуальным преференциям и прочее. Есть люди абсолютно разные, там, есть всякие эти геи, там, и какие бы то ни было, но это, по сути, ничего не меняет, понимаете, какие бы то ни было. Ну, дружить с такими, ну, кто бы вы хотели, чтобы у вас там среди друзей был нормальный человек, пусть он гей, ну, кому нужна жопа среднестатистического вырожденца, давайте назовем вещи своими именами, блядь. Ну, кому ты нужен, кроме твоей ебаной аниме-аватарки, ты бабосаный, блядь, сблев, извини меня. Даже у самого конченого какого-то раса бы на тебя хуй не поднялся, ну, шо ты, за свою не переживай, она у тебя нормально растет, пока ты проходишь огни Рубикона. Вот это все. Так вот, лучше иметь какого-то нормального человечного гея в друзьях, чем обоссанное быдло, правильно? О, а в среду чуть пораньше предупредишь, когда стрим... Слушай, я еще не сказал точно насчет среды, но объявление, конечно, будет в группе, на то не хочется пропустить. Видел запись, два стрима про Стасяна и Катс, хочу еще что-то. Кстати, плечо подтягиваться не мешает, у меня так импиджмент, травма левого всегда на подтягиваниях. Потом, слушай, у меня, я говорю, вот сейчас, я не знаю, получится, не получится, но здесь вот, наверное, видно, блядь, сейчас, как оно... Блядь, вот, типа, сейчас поближе. Блядь, оно так... Ну, вот оно, типа... Ну, видите, что это не очень нормальное движение само по себе. Типа, оно у меня выбито назад. Как раз, да, поэтому я чаще подтягиваюсь обратным хватом, потому что прямым, вот именно, вот сюда очень большая нагрузка именно в заднюю часть, и поэтому так, а обратным, ну, типа, больше все равно там на бицуху и как-то так. Поэтому, да, в этом часть истории. Сначала был Сталкер, а потом книг 15 у братьев. Ну, видишь, я угадал, на самом деле, что вот в этом история, в том числе, как люди у меня спрашивают, знаешь, из того разряда, ну, что начинать читать, да? Я говорю, вообще, читай все, что угодно, нет конкретно там какой-нибудь книги, условно, ты можешь прочитать Кастанеду, это не значит, что ты им проникнешься, да? И дело заключается в том, что вот, допустим, да, ты читаешь эту самую там литературу, да, как таковую, всяческую разную, как ты иногда ее находишь? Вот в данном случае то, что я советую людям, вот Малый изначально поиграл в Сталкера, потом искал первоисточник, так он наткнулся на Стругацких. Стругацкие ему понравились, потом в Стругацких ты находишь еще референс какой-нибудь, да, например, там, в сторону каких-то других литературных произведений, или ты посмотрел кинофильм, ты ли посмотрел тот же самый из недавнего, там, Глада Забулат, вот это вот все, нашел роман-первоисточник, прочел его, я первую часть, ну, типа, Рэмбо, как я смотрел, я ждал фильм, ну, когда еще тогда по НТВ показывали, я был относительным пиздюком, а я прочел Рэмбо, он так и назывался, роман «Первая кровь», это не роман, это, ну, типа, рассказ, по сути, он на полноценную книгу не тянет, если только в мягкой обложке, да, в какой-нибудь, и я прочел, у меня, не помню, была, ну, книжка там, типа, два произведения, не помню, первая какая-то, и вторая «Первая кровь», я прочел «Первая кровь», и потом смотрю, еще была такая газета, там, знаете, были, ну, не так, как сейчас там в интернетах, то есть там было написано, фильм, ну, играют такие-то актеры, сюжет строится, ну, типа, как, знаете, задняя коробка диска, DVD там, или VHS-кассеты, небольшое такое описание, и там что-то написано, Рэмбо, вот это вот все, и такой «Первая кровь», и я небольшую аннотацию читаю, ну, там, в этой самой колонке, на НТВ, по-моему, показывали, и я такой понимаю, что это то, что я прочел, именно поэтому я хотел посмотреть Рэмбо, до этого я его ни разу не смотрел, то есть оно так бывает, одно притягивает второе, чем больше вы чем-то интересуетесь, тем больше вы погружаетесь, в том числе в мир литературы, потому что одно тянет другое, понимаете, а «Гни Рубикона» могут притянуть только вашу ебаную, вечно обиженную, боссаную, жирную жопу, ни больше, ни меньше. «Лавкрафт», ну, знаешь, читал, но не мое, все-таки слишком, ну, концептуально он крут, да, вот какие-нибудь там эти его хребты безумия, там, и вот это все, но немножечко тягомотный, понятно, что он великолепный автор своего времени, который породил целую мифологию, что протекла куда бы то ни было, даже в произведении Клайва Баркера, уж назовем вещи своими именами, да, но как бы то ни был, «Лавкрафт», ну, слишком, к сожалению, я имел дискуссию не столь давно с одним, ну, далеко не глупым человеком, который очень хорошо понимает в этой самой литературной постаси, ну, касаемо конкретно классической литературы, и худо-либедно мне даже этого человека косвенно удалось, ну, если не натолкнуть, если не убедить, но принять часть моей мысли, что многие классические произведения плохо воспринимаются современным социумом, и я говорю даже конкретно о читающем современном социуме, потому что нет ощущения того конфликта, он напрямую не резонирует с современной действительностью, к сожалению, и в том числе моральные облики слишком ярко поменялись в данный момент, поэтому пусть это является классическими произведениями золотого века литературы, я сейчас не только про хоррор, там, «Лавкрафт» или что-нибудь еще, а в целом, к сожалению, иногда они не подходят для человека современного, для прочтения, ну, так оно бывает, независимо от того, что литература хороша, бывает, что она устаревает. По моему субъективному мнению, «Лавкрафт» в плане, ну, в плане донесения информации, в плане определенной своей историчности, да, как таковой, он немножечко устарел, но это не отменяет факта, что он отец хорроров, как таковых. Так, почини потом плечико. Нет, его уже не починить, само по себе уже такое, это типа не чинится, там же проблемы с суставом. Ну, это не доставляет мне дискомфорт, это только, знаешь, по осени бывает иногда, ноют во мне мои старые раны. И вот. Несмотря на то, что он со социализм, думал бы, певчик. Слушай, ну, она чуть-чуть не мой типаж, ну, как бы, ну, это не отменяет факта, что она, по объективным факторам, она красивая девица, красивая женщина. Это да. Я просто не люблю, ну, мне нравятся чуть более такие, знаете, разбитные, распутные, попростее, мягко скажем так, без такого опломба. Это не отменяет факта, что в постели она может быть совсем другой, но если мы говорим конкретно о моменте, бывают даже люди, которые объективно, по стандартам, да, общепринятым, красоты, являются такими, но в какой-то степени это не твой типаж, это абсолютно нормально. Но объективно она красивая женщина, это факт. Так что да. Ну, в смысле, в смысле, ну, если бы ничего не оставалось, ну, если единственный вариант возродить человечество, а что нет? Так, если ты такой крутой, то где твоя тянь? Ну, что за глупости? А ты что-нибудь про поводу моей жизни знаешь? Ну, смотри, опять же, насколько куцает твое восприятие. Вот сейчас случился стрим. Мы с вами в прямом эфире не общались где-то целый месяц. Как ты думаешь, бедолага, и как я проводил время этот самый месяц? Ну, ты думаешь, я его проводил столь же ничтожно, как твоя боссаная жизнь? Задай себе этот вопрос. Если бы я, ну, выкладывал свою какую-то, знаешь, личную жизнь в интернет, оно не нужно. Один раз там какие-то бедолаги и то, видишь, там, нашли там мою эту самую там бывшую тянь, и все, ни к чему теперь это все. Я научился на своих ошибках, так что оно того не стоит. Так что, а ты можешь думать все, что угодно, как бы, в конце концов, насчет Тиан, Куна, Геев, там, или все что угодно, в конце концов, это твоя боссаная жизнь, и тебе ее влачить. Удачи, успеха. Так, как фанат Лавкрафта, подожди, как фанат, скажу, что Лавкрафт писал очень атмосферно, но он, за что его и любит, но так или иначе, среднеоднообразно. Я тебе говорю, да, он в плане конкретно, вот, восприятие его текстов, они довольно-таки тягомотны. Для своего времени они были круты, потому что были безальтернативные. Понимаешь, Лавкрафта, наверное, во многом, сейчас люди именно почитают косвенно. Есть огромное количество людей, которые знакомы с мифологией Лавкрафта, но ни одно из его произведений, даже в формате электронной книги, они в руках не держали. Это не отменяет факта, что невозможно прошли колу в Тулху, да, старый или новый вариант. То есть это немерено, да. Понимаешь? Сейчас, погоди, забаню этого ничтожества. Извини, обоссаш. Счастья и успеха. Прикинь, про Россию, говорит, ходил по помойкам и заброшкам. Он Россию нашу так называет. Сука, да пусть твои родители будут тобой счастливы. Ёбаный обоссаный халуй, а. Я говорю, вот понимаете, вот такое вот говно без жизни всегда будет там думать своими куцами, мыслями и жизневосприятием. Поэтому мне не нужны такие ни среди подписчиков, ни среди зрителям. Нахуй мне, ну, типа, тратить время на говно. Представляете? Ну, типа, какой в этом рациональный смысл? Зачем мне что-то объяснять обо... Ну, какой в этом смысл? Так, всем привет. Жаль, что пропустил. Послушаю завтра. Да, сейчас уже будем слушать 33 минут. Хотя, может, чуть-чуть посидим еще. По мне, так не стоит запариться и читать. Нужны, исходя из желания. Согласен. Читал классику и всякую ерунду. Например, в 22 весь Мэг прочитал. Что такое Мэг? Не знаю. Четыре книги на русском, две на английском. Умнее не стало удовольствием. Мне после Дюны все книги кажутся короткими. Ну, Дюна, конечно, да. Это, можно сказать, двойная мир, блядь, своего времени. Но Дюна, видишь, тоже парадокс. Оно, вот, бывает, кому заходит. Я пытался читать Дюну. Я где-то что-то половину, нет, не вру, треть, наверное, книги, вот этой, первый там или как, осилил. Это не мое сугубо. Вот просто не мое. Но есть люди, которые вгрызлись в нее буквально, знаешь, и буквально оно, можно сказать, истекало. Для них сока маки спелая дыня, да. Вариантов много всяческих различных. То есть, вот как-то так. И здесь либо заходит, либо не заходит. Лучше же броню луковую. Ну, я говорю, вот туда боссарше. Сейчас и отправили дальше качать его луковую броню. Я говорю, бедолаги, вы не можете, ну, просто я говорю вот этому сейчас какому-то там чухонцу. Я говорю, ну, иди посмотри, блядь, на себя, на свое отражение в жире зеркале. На своего босса, на жалкую жизнь. Ты приходишь, блядь, к дяде. Дядя видал всякое нахуй, понимаешь? Всякое разное. Ой, блядь, бог бы с ним. Дядя устал, блядь, от вас ничтожных. Я единственное просто хочу вам сказать, не тратьте время на всякую хуйню. Тратьте на себя. Саламбру, рад видеть. Спасибо, что заглянул, что могу еще сказать. Лучше, так, 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 как не фанат Лавкрафта? Гран Мерси. Так, 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 так. Русскую классику нужно запретить. Страдания куколдов 19 века. Мужчине в 21 веке прикасаться к этому нельзя. Ну, почему, знаешь, сразу такая тема там куколдов? Нет ничего плохого, знаешь, там и в отвергнутой любви, и во всех делах. Крис, хорошего стрима, рад, что заглянул. Тебе и хорошего вечера. Ну, что, ну, по приказу, вот так мочи. Ну, это ты про героя. Я вообще удивляюсь, как люди в 23 году верят, что может договориться. Ну, не знаю, о каких карликах-то. У нас есть люди приемлемого роста. Так вот. Нет, знаешь, насчет того, что сейчас очень расхож вот этот вот термин, насчет каких там куколдов, все такое. Ну, посмотрите на среднестатистического обоссанного россиянина. Ну, посмотрите. Ну, как, под какую градацию он еще подходит? Выглядит как говно, блядь. Пассионарности никакой. Жопа толстая, блядь. Плечики узкие. Ну, вы в целом всю нацию и люди, которые так сильно бросаются этими словами, в том числе и литературой. Вы на себя-то в зеркало посмотрите. Я в этом плане осуждающий говорил, да, насчет одного этого, который там я за социализм. Ты называешь там, блядь, пиздец Навального-Сисяна, ну, у тебя у самого пиздец висит в имя, блядь. Ну, у девицы многих так не висит. Ну, ты на себя-то, еб твою мать, глянь. Россияне это нация такая в целом. Поэтому я говорю, я, ну, как таково, я не за большинство. Я за себя. Я охуенин. Вот и все, точка. Кто остальные вокруг? Кто-нибудь социалисты, анонисты, марксисты, куколы. Мне вообще насырает. Я за себя сам. Я охуенин. Все. Вокруг меня какая угодно может слизь, понимаешь, окружать. Мне насрать. В коменты зашел бедолага. Бедолага, говорит, хуйней занимается. Бедолага едет нахуй в свой жалкий, ничтожный мир. Огни Рубикона. Все. Я продолжаю свою великолепную жизнь. Так оно устроено. Из Кавки, да, замок читал. Так, Абрахам Меррит. Слушай, что-то не вспоминается сейчас. Не вспоминается. Ну, в духе Лавкрафта, ну, последний его этот, якобы в его духе, это Синкен Сити. В нее играл маленечко. Даже, кстати, обзор. Так, и мы Эндрю Тейт в голову насрал, наверное. Слушай, ну, понимаешь, из речения Эндрю Тейта насчет Матрицы, вот это все. В этом есть определенная логика. Проблема в том, что это концептуально ничего не меняет. Я давным-давно имел разговор со своим хорошим другом, но он дико угорал по буддизму конкретно, по дзен-буддизму, по всем делам. И он разную хуйню там практиковал и очень часто гонял, в том числе в эту. Азарник Петюнь. Здорово, Петюнь. Что я там услышал имя? Стасян, признайся, ты больше садист или мазохист. В любом случае жду с нетерпением стрим. Ну, если ты говоришь касаемо твоего здоровья, сексуальных преференций, ну, посмотри на меня. Ну, нет, подожди, не то, что посмотри на меня. В данном случае это делается весьма логично. Поверь мне, скажу тебе так. Если ты сам этим обладаешь, ты поймешь, о чем я говорю. Если не обладаешь, просто пойми, и так оно устроено. Человек, который обладает большим сексуальным достоинством, имеется в виду в этом плане, хочет его максимально засунуть во все остальные дела. Исходя из этого, зачастую люди такого порядка, если мы говорим насчет сексуальных преференций, конкретно мое отношение к женскому полу именно в сексе, доминирующее с моей стороны. Такая история. Потому что с моей стороны дама должна быть выебана, скажем так. Вот в прямом смысле этого слова. Да и в жизни в целом, я не знаю, я не принимаю в свою сторону. Нет, конструктивную критику, да. В жизни я уже за много лет в свою сторону какого-то, знаете, даже в пьяном виде, блядь, какое-то хуевого отношения не встречал. Ну, чтобы кто-то пытался меня там задеть, блядь, или вот это все, знаете, там что-то вот как-то не так. Ты видишь меня, и ты захлопываешь ебало в жизни. Ну, вот так вот оно устроено зачастую. Не знаю, другого я не видел особо. Да, ну, не знаю. Даже на вот каких-то стримах там, где, может, не столь много, где вы меня наблюдали. Я говорю, я сидел один против этих трех там этих победителей, но сразу было видно, кто тащит всю эту делу историю. И там напротив меня сидели мужики, не пиздюки какие-то, да. Я говорю, вы можете посмотреть мои там старые программы, в том числе на ящике, когда я был еще там относительно поменьше, да, и все дела. Просто мое общение, в том числе с этими самыми бояринями. И там все понятно. Ну, как бы кто везет вперед, а кто не везет. Так устроено. Слушай, ну Кавка сам по себе, он спорный чел, понимаешь. Дело в том, у него же были проблемы с отцом, который до последнего момента не воспринимал его как литературного деятеля. Отец хотел, чтобы он тоже там занимался. То ли в лавке, блядь, местной работал, то ли какие-то дела. Ну, все это нормально. У Кавка много задерживается на внутреннем его личных проблемах и конфликтах. Это нормально. Не представляю, как люди целые серии книг прочитывают, как длинные сериалы выгорают на половине. В лучшем случае, к примеру, очень нравился «Ведьмак» на Овесе. Значит, ты такой человек. Так оно бывает. Это действительно сложно. Да, я с тобой согласен. Такие долгоиграющие истории. Вот буквально вспомнить, что я прям серийно читал, я не знаю. Ну, из серийных, вот прям это писательское скорее тем. Я всего прочел Василия Шукшина. Но это легко читается. Ну, Любавины длинное произведение, рассказы Шукшина читаются легко. И благо не столь много за свою недико длинную жизнь. Он накропал несколько томов всего-навсего. Но действительно для меня вот осилить войну и мир, и прям действительно пассионарно ее осилить, вот нынешний представитель какого-нибудь социума, если бы вот взял это и смог, это, ну, некое достижение. В плане то, что такая литература для тебя зашла, и ты прям вот действительно все тома пробежал через себя. Хотел бы еще сказать отдельно благодарность за твое видео о жизни. Я провел это лето, может, впервые, не прикрученным к стулу. Рад за тебя. Слушай, купил топовую Соньку с объективами, объездил всю Саратовскую область. Молодец. Вообще молодец. Мое уважение, как говорится. Так что вот, смотрите, типа, утверждение, да, насчет чего я говорю, там, Эндрид Тейт, вот эта вот матрица и все такое, концептуально ничего не меняется. То есть то, что мы говорили с моим другом еще давным-давно по этому поводу, имеется в виду, он говорит, ну, типа, есть он там якобы, там, другие слои познания, бытия, в них погружался, есть энергетическая тема, якобы существа, которые там мы видим, зримы, незримы, все такое. И типа все это возможно. Но в дзен-буддизме вообще какая-то история. Типа, ну, якобы даже Высоцкий пел в песне «Если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь, нахуй». Ну, типа, они воспринимают эту жизнь как часть путешествий. Ты должен ее нихуево прожить, чтобы потом в следующей своей инкарнации быть там более пиздатым существом, где-то на более пиздатом уровне восприятия. Его такая тема. И понимаете, фишка в том, что концептуально, если мы возьмем вот то, насчет чего там Тейт там говорит, насчет этого «Матрица» и всех дел, даже если это так, это не поменяет твоей среды. То есть это не меняет никоим образом концепцию. Я вот согласен в этом плане, если мы берем какого-нибудь сайфера из этого же самого из кинофильма «Матрица», он говорит, если это по вкусу как бекон, если, собственно, это выглядит как бекон, я ем этот бекон, мне похуй, в «Матрице» я или не в «Матрице». То есть иногда, возможно, борьба, но того не стоит. Самая твоя главная борьба – это прежде всего ты. Ты можешь поменять лишь ту часть действительности, с которой ты имеешь прямое соприкосновение. Ну, типа, скажем так, вот ты находишься в этом самом глухом лесу, и вот тебе нужно ночью не замерзнуть, ты разводишь костер. Весь лес вокруг, он также глух. Вокруг те же самые дикие волки бродят, но они, скорее всего, конечно, не будут особо рьяно нападать на место огня. И ты меняешь вот это вот самое, ты зажигаешь небольшой костерок вокруг себя. То же самое в жизни, ты зажигаешь своей энергией, там небольшую часть, которая тебя окружает, как определенного рода. И люди, которые к тебе там так или иначе притягиваются или отталкиваются, это нормально. Понимаешь, так оно устроено. На большее, к сожалению, или к радости, ну, зачастую мы не способны, тем более с инфантилизмом нашего общества. Поэтому даже если это действительно так, если можно, как в шоу Трумана, там надорвать ткань бытия, это концептуально ничего не меняет. Проблема этого там Эндрю Тейт или что-то такое, я видел его эту интервьюшку, там, я в чем-то обвиняю. Дело в том, что это не конкретно там какой-то матрицы, дело в том, что он говорит о законах, о том, как социум ныне работает, да. Культура хейта там и всех остальных делов, оно само по себе так оно устроено, да. И ясен, красен вообще всех людей, ну, которые там пропагандируют что-то такое, и особенно такими яркими словами их будут хуесосить, это понятно. Еще когда не было Эндрю Тейта, меня бедолаги хуесосили, понимаешь. Ну и где я, и где эти бедолаги? Кто-то из них уже сдох от ожирения, блядь, тромб оторвался, понимаете. Они так и живут своей обоссанной ебаной жизнью, не понимаете, в мамашинах этих самых там косвенных утробах. И ничего в их плане не поменялось. Сегодня же мы видели чувака, да, который называл себя там жирничей и прочее. Он говорит, я тоже, мол, тебя хейтил, а потом дошел до того, чтобы, блядь, пришлось операцию делать по резекции желудка. Вот мы видели конкретный пример, и таких, я думаю, немало. Даже в случае моего небольшого канала. Это проблема не каких-то там людей, которые, знаете, там готовы признать, что жизнь это труд и прочие дела. Это проблема обоссаршей. И их самоидентификации. Вот какая проблема. Так, редко выбираюсь из дома, но вот вчера мальчишник моего друга был. В итоге напились и сцепились джигитами. Сначала толпой одолели, потом охранник добавил, сижу и жевать не могу. Бывает, чувак, самое хуёвое, это, кстати, травма вот ротовой полости. Да, это самое неприятное, скажу по личному опыту, потому что долго заживает, блядь, и всё это так долго саднит. Ну чё, придётся, как говорится, ничего плохого нет. Понимаешь, как я уже говорил в своих видосах, иногда ты даёшь кому-то пиздюля, иногда кто-то тебе даёт пиздюля. Лучше дело избегать. Зубы целые, всё на месте, всё в порядке, уже как бы хорошо. Всё дело позади. Пьяная хуйня, да, слава богу, что не дошло до чего-то худшего, до поножовщины и всего такого. Но придётся потерпеть, да, придётся теперь немножечко, как говорится, без острой пищи, без рассолов, упаси боже, без всяких огурчиков маринованных и всей остальной залупы, без соли в том числе. Ничего. Ну, в течение недели более-менее заживёт. Продал вчера PS5, вернулся обратно PS4 Pro. Дело твоё, чего нет. Настолки плюс книги по Вахе или Платина во всех играх. Что сделает более успешным сексуальным? Слушай, я думаю, в данном случае только комбо. И первое, и второе. Нет, знаешь, Настолки по Вахе всё-таки вывезут. Потому что ты такой, знаешь, открываешь лапульки, показываешь, а там у тебя не просто Платина аккаунт, а там у тебя реальные карты из Вахи такие достаёшь. Вот она, видишь, вот она, бля. Имперский паратрупер, нахуй. Понимаешь? И она такая уже, знаешь, она уже одну руку запустила к тебе в штаны. Всё, а уже работает. Так что здесь у тебя на физическом носителе, как говорится. Так, из-за чего сцепились? До друга моего докопались, он леща получил, ну и понеслось. Дерзко общались, что мы, что они. Ну да, бывает, это же пьяная история. Но я с тобой согласен. В принципе, я говорил в видосе, в том числе то, что это было связано насчёт афродеревень, потому что у них, худо ли бедно, понимаешь, у них есть свои там всякие диаспоры и все остальные дела, а у нас нихуя нет. Я говорю, даже вот эти вот хлипкие, жалкие, ничтожные обоссаши, вместо того, чтобы более-менее осознать своё личностное я, и, правда, два с половиной, заходят на стримы и имеют ко мне какие-то претензии. Иди нахуй, слезь. Петюня. Не, я касаемо преференции Стасяна, и подсадизм и мазохизм подразумевал интерес к подобному контенту. Удачи. Удачи. Ну ты удачи или как? Поймите, я говорю, если мы говорим касаемо каких-то сексуальных моментов, да, ну ты говорил касаемо, я не знаю, там, не к Стасяну, не к Стасяну, в сексуальных ваших моментах, если ваша пассия, я там, или пассия, или кто бы то ни было, разделяет ваши преференции, вы совпадаете в этом плане, всё, что угодно в сексуальной теме допустимо. Но главное, чтобы никто не крякнул, да, или как Дэвид Кэрриден, чтобы не додрочиться до смерти в шкафу, нахуй, да, это не очень хорошо. А так, всё абсолютно, всё подходит, какие угодно практики, дело ваше, главное, чтобы, типа, ну, вам это подходило в сфере ваших сексуальных преференций. А то, что в жизни, ну, в жизни фиг его знает, я думаю, стремление действительно именно кому-то причинять боль, вот именно боль, это, опять же, от своей внутренней разбалансированности какой-то, да. Можно быть каким угодно резким на слова, проблема не в резости твоих слов, проблема в том, насколько действительно ты в это себя там вкладываешь. Я говорю, мне люди, когда пишут насчёт того, что, мол, там, я иногда бываю там резким, пассионарным, все дела, но они-то оценивают мою, так скажем, резость и пассионарность со своего пьедестала, с того, как они бы, ну, при каких обстоятельствах, как бы они высказали эти слова и что бы они в них вложили. Потому что, как ни странно, и в том числе люди там в реале, которые меня встречают и прочее, да, ну, всё равно энергетика у человека присутствует. И все отлично понимают, что у меня, ну, позитивная энергетика. Пусть я могу там матом бросаться и всё такое, но в этом нет, понимаете, вот этого вот обоссанного кляузничества. В этом есть некая такая, может быть, рисковатая, но непосредственная лёгкость. Вот такая история. Так, матрицу невозможно доказать, какая опровергнута. Суть быть, я раскрыть ясно, как ты сказал, это не меняет. Да, Риле удивляет, зачем люди всё ещё над этим размышляют. Ну, слушай, понимаешь, в данном случае, как я уже говорил, самая простая тема, это как философия и софистика. Одно порождает другое. Это как с лучом первого света появилась порная тень. Многие размышления, они просто размышления для размышлений. Это не для прихода к какому-то фактическому выводу. Вот прямо сейчас, я думаю, на самом деле, есть какие-нибудь люди, которые вот и в данный момент пишут научные работы или диссертации по поводу того, что первично курица или яйцо. Но, по сути, это вообще вопрос происхождения материи, как таковое. На самом деле, само по себе. То есть, но стопудов, вот именно конкретно в данный момент кто-то где-то на какой-то части суши занимается этой самой хуйнёй, или, возможно, даже на водном понтоне потихонечку пописывает. Это нормально. Мы, люди, иногда просто тратим огромное количество времени на, так скажем, псевдо-пустые занятия. Иногда это не приводит ни к чему. Иногда дает определенного рода прорывы и результаты. На то мы и люди. В целом мы просто тратим жизнь. Мы тратим время. Нет абсолютно продуктивного процесса. Есть продуктивный процесс, который признан социумом. Но, к сожалению, на данный момент он почему-то этого самой продуктивности именно в процентном соотношении не приносит. Потому что есть какая-то природная регуляция. Конкретно о процессе, я говорю, это так называемое продолжение своего поколения. Якобы был институт брака, пятое-десятое. Раньше это в том числе фрагментировалось именно конкретно тем, как тот или иной социум существовал. Ну, то есть, имеется в виду, количество детей было большое для того, что нужно было выполнять немало физической работы в полях. Ну, буквально там колоски, сжатие и так далее, и тому подобное, и пятое-десятое. Теперь это фактически не нужно. Теперь во многом это обременение. Фишка в том, что у нас сейчас во многом флегматика социумологически обоснована той самой, так скажем, эволюционной ветви, на которой все вот эти вот птахи наши сидят. Действительно, много людей, есть определенного рода перенаселение, но не говорим конкретно про Россию, но если мы берем вот эту вот структуризацию по городам, то да, если мы берем переселенную Москву, и нахуй никому не нужны эти поля, по которым я 20 километров, бля, пиздярил, чтобы увидеть одного чувака-охотника, который туда пиздярил, чтобы одного зайца убить. Вот это все. Но помимо этого, что да, есть проблема, что есть в том числе проблема с рождаемостью, есть проблема в том, что разъебался институт брака, потому что как-то вот оно странно, вот как-то оно не очень хорошо работает, да. Если мы берем насчет того, что какие-нибудь моменты возьмем, да, например, там вот есть до сих пор в определенных, так скажем, очень сильно, дико, может быть, я думаю, в какой-то степени даже до древнеобрядческого момента структурированных частях атовизмов, социума современного, хотя на современный, насколько можно назвать его современным, потому что он деградирует как таковой, да, он явно уже не стремится к определенному роду развитию, так деградационно современно, ну, я говорю, насчет, там есть определенные людские касты, где до сих пор принято, вот из того разряда, да, там, ты берешь там девицу, якобы там, где-то там чуть ли не пиздец, там, не с самых юных лет, ты вот берешь ее, и она там типа банально девственница, упаси боже, ну, кто-то, знаете, есть там, да, и до сих пор эти ужасные практики, когда девицам там и клитор отрезают, ну, ужас, блять, ну, это пиздец, это пряматство полнейшее, да, и вот это все, то есть, понимаете, но по сути-то, исходя из логики, люди, ну, исходя из логичности бытия, они подбирают себе людей, партнеров по комфорту, то есть, у вас должны вот эти вот, некая зона комфорта случиться, а как ты можешь определить свою зону комфорта, ну, исходя из логики, по взаимоотношениям с той же самой барышней, если вы банально с ней не спали, там, большую там у меня хера, извините, а у нее это не подходит для каких-то этих моментов, то есть, но как я могу знать, если у нас уже изначально расписывают, как вот это все как-нибудь голубей выпускают, а потом, блять, оказывается, что вот оно не подходит, или, например, наоборот, меня расписывают, там, не меня, где-то босса, там, бедолага вот такой вот, блять, с корнишоном, а извините, а там девица, которая хочет ебаться, а у этого хрена и ебать-то ее нечем, понимаешь, поэтому, практически тому самому социуму, который на данный момент уже не существует как таковой, когда никто не думал, там, о качестве, знаешь, там, то, что люди должны банально с друг другом много время проводить, во время, там, ковида, там, или чего-нибудь еще, это, ну, типа, или просто хотя бы быть определенного рода соулмейтом, когда люди-то ебались, по сути, для производства новых кадров, что будут въебывать в поле с плугом и с косою, да, делалось это для этого, не о любви, какие-то были разговоры, там, Димка выбирает глажку, и они хуярят, у них получается Наташка, Сашка, Кира и Пашка, и вот все эти четверо оставшихся хуярят в то время, когда эти уже там 40 лет постарели нахуй на поля с косой, блядь, со всеми делами, то есть это тогда было нужно, но сейчас это не нужно банально, как ни странно, как бы это не постулировалось на канал, зачем, ну, типа, прикинь, у тебя, условно, там, я не знаю, у тебя там, у тебя и у твоей боярни трое детей, и они в возрасте призывном сейчас, ну, прикинь, блядь, пиздец, как в аду, ну, и что, и зачем вот вы все это дело их расти, или что, чтобы завтра я не про Россию, тут, конечно, здесь у нас, блядь, особая территория, и вот они, вы их худли бедные, их из этой нищеты, сами все же нищете, блядь, один персик на пятерых этих ели, и все такое, а теперь все, а теперь где-то в африканском бандустане, такой дед говорит, а теперь им пора умирать, все, ну, что это, нахуя, и как, и кто, кто с плугом будет хуярить, что это за дела-то вообще, поэтому, с одной стороны, общество эволюционирует, в плане некоторых человеческих материй, но в этом же плане, оно абсолютно деградирует, там же оно слабо, блядь, гедонистично и ничтожно, вот в чем история, поэтому институт брака, как таковой, сам по себе вымирает, поэтому рациональность появления этих самых детей, довольно-таки спорна, ну, для большинства, ну, не для большинства, для рационально мыслящих людей, да, имеется в виду, потому что это огромная финансовая подушка нужна, 25% населения РФ, это Москва и Питер, да, мне кажется, даже больше на самом деле, у меня и опыта с поножовщины был, я толком не дрался, так отгонял двух дагестанцев, очень стрёмно, надо добавить, да, с поножовщины вообще хуёвая тема, очень хуёвая тема, так, так, а если у твоего куна будет большой, кун, это вроде чел, не, ну, я же говорил вам уже, бедолага, я по дамаму, привет, братья, здорово, римский, моё уважение за смех, харизму и ум, ну, спасибо, глупцы, вместо хейта возьмите пример человека, да они никогда не возьмут, ну, нет, возьмут со временем, у нас же сегодня был чувак, который это дело взял, но не в этом дело, бедолаги не понимают, что это же их жизнь, ну, типа их, единственный, поймите, единственный факт на меня как-то повлиять, ну, если вы хотите донести свою точку зрения, это следовать тем правилам, которые я вам предлагаю, потому что для меня, ну, извините, я же взрослый чувачок, сами понимаете, да, для меня нужен определенного рода авторитет, человека, который мне это будет высказывать, он должен быть профессионал в некоторой области, да, но я поверю жир на жопу, ему объебанному скаму, что он профессионал в огнях Рубикона, но мне насрать на Armored Core, так что мне это неинтересно, и мы типа не сойдемся на этом, на этом плата, да, вот такая история, так, и вот смотрите, да, в этом плане как устроено, просто я вам расскажу, тоже Малый написал по этому поводу мне сообщение, Малый пишет, короче, мне 24 года, я из такого-то этого самого там какого-то города, он говорит, почему ты там, мол, хейтишь Dark Souls, я вот прошел Dark Souls, типа, все возможные варианты, и на ПК, блядь, все версии, вот мне внизу прилепил там скрин, там какой-то хуй, хуй, к тучу часов, там просто ебанутся, блядь, люди в дот, наверное, столько не играют, и вот, и типа, я вот прошел Dark Souls, вот это все, и, мол, и фишка-то в том, смотрите, я отношусь к этому предвзято, да, мое право, как любого человека, относиться предвзято, и у меня есть обзор этого самого Блодборна, смотрите, в чем история, то есть, я говорю, я хуево отношусь к, типа, людям с аниме-аватарками, Петя Кантров, здорово, Петь, привет, ты упоминал софистику и философию, минут пять назад, знаком ли ты с историей западной философии, Дерт Рассова, монументальной слушай, вот, я не могу сказать, что я прям все монументалы читал, но, в целом, философию там каждый день почитываю, но с основными постулатами большая часть философских течений я более-менее знаком, так вот, так, тынь-тынь, подождите, сейчас там этого бедолагу нужно, там скрытый, не скрытый, хорошо, все понятно, и вот, смотрите, такая история, типа, да, если мы там, блядь, даже мысль сейчас потерял, Артем, здорово, здорово, Тем, здорово, Эджикс, надеюсь, наступит спокойные времена, когда ты сделаешь обзоры на вселенную Legacy of Kind, блин, там же у нее лор огромный, блядь, просто огромный, это вот нужно действительно сесть, немалую часть всей этой истории перепройти, и так далее, и тому подобное, нет, это сложно, сейчас погодите, обосных бедолаг, надо маленечко забанить, и вот, и типа, история, смотри, малый вот этот вот, да, там пишет насчет того, ну, типа, Dark Souls, да, там, мне там это самое, Слава Одину, что мы живем в России, я с тобой согласен, Максон, и фишка в том, я такой говорю, ну, хорошо, я отношусь предвзято к аниме-аватаркам, потому что зачастую это обоссанные люди, зачастую, ну, типа, докажите обратно, и всегда можно прислать мне фотки, че нет, зачастую ты будешь жир на жопу, и ничтожный, жалкий лох, блядь, потому что аниме-аватарка, это некий твой щит, потому что сам ты по себе щит, не про всех, но в целом, ну, либо слабость какая-то человеческая, душевная, или что-нибудь еще такое, и вот, смотрите, такая история, да, по сути, чел с аниме-аватаркой, пишет мне, ты не любишь Dark Souls, а я люблю Dark Souls, и я наебашил в нем 5000 часов, это не история какая-то, что эти Dark Souls его привели к чему-то, или какой-то вывод, или то, что он воскресил свою бабушку путем эстаса, или что, то есть никакой истории, то есть, по сути, я говорю, моя точка зрения, ну, не всегда, но в подавляющем количестве процентов, я предвзято отношусь к аниме-аватаркам, я считаю Dark Souls ненужной дрочкой, потому что я в том числе приводил пример с этим самым Нидзи Гайденом и так далее и тому подобное, чувак заходит ко мне с аниме-аватаркой и говорит, я в Dark Souls продрочил все часы, мне из этого что типа брать? Там нет никакой истории, никакого содержательного момента, то есть, он взял все то, что мне не по душе, и просто сказал, у него это есть, ну и что, что я могу ему ответить? То есть, за этим нет никакой информы, это пустота, если бы он сказал, а я вот набрал столько часов в Dark Souls и... ну нихуя, понимаете, этого не было. Пелевин, да, конечно, читал, рассказывал уже. Так, 57 минут, ну что там, так, опыт споножопщины, это я уже читал, заметил, что худо-бедно в пятерочках в некоторые товары пропали с прилавков, он стал скудный, но как-то хотел, какие-то уходят товары, просто кому-то, знаешь, так, 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 таким надо перед другим, да не то, что чувак кичился, просто дело в том, опять же, он маленький, ну как, ну хотя в 24 уже можно в голове что-то иметь, человек, он даже, он не понимает, ну типа базиса, с каким нужно вообще общение начинать с людьми, ну если ты хочешь, человек, ну типа, знаешь, из того разряда, чел говорит, я не люблю, блядь, эти, какие-нибудь макароны с сыром, и чувак такой, к нему рядом подходит, говорит, а я ем макароны с сыром, дохуя, там где насрать, ёб твою мать, кто ты для меня, он такой, а еще я ношу фетровые шляпы, а я такой, чел, я ненавижу всю хуйню, что с фетровыми шляпами, но я тоже самое говорю, ненавижу аниме, босса на аватар, не люблю Дарк Соулс, вот этот, он говорит, а я ем всегда макароны с сыром, блядь, и ношу фетровые шляпы, нахуй с пляжа, понимаешь, почему я должен, ну как-то, каким хуем, если человек мне просто говорит, все, что мне не по вкусу, почему я должен в его сторону выказать какую-то заинтересованность в общении, если бы он сказал, а я вот, кстати, ем макароны с сыром, и вот это мне в дальнейшем, или вот с этим была история, тогда еще можно за что-то зацепиться, и может быть даже, несмотря на то, что там вкусы у вас не сходятся какие-то, это к чему-то приводит, почему нет, но не в этом случае, так, а если бы он опыт ДС, и всего этого превозмогания, да не то, что конвертировал, если бы с этим была хоть какая-то история, понимаешь, интересная связана, тогда можно, да, за Алексей, у Сэра Олдскула, да, вообще у него дофига разное количество, там, охуенных видосов, так что советую, Dark Souls качалка, для спинномозговых рефлексов, да нет никаких спинномозговых рефлексов, ты медный, медленный, жалкий, хлипкий, хуевый, нет никаких у тебя спинномозговых рефлексов, будешь идти по улице, вот малый пишет про дагестанцев, про поножовщину, тебе въебут въебал, и никакие твои спинномозговые рефлексы, все это дело не остановит, а жди меж тем, скоро такое время настанет, сейчас у нас возвращаются уже герои, которых еще в асфальт не закатали, если недавно вы смотрели определенные моменты, вот скоро наступают славные времена, вот там у вас будут гореть огни Рубикона, там проверят ваши спинномозговые рефлексы, так же такое дело, ну что, будем наверное на всем этом деле заканчивать, славно сегодня посидели, давненько не виделись, с вами рад был всех лицезреть, как говорится, люблю вас всех, долгие прощания, лишние слезы, на этой неделе посмотрим, этого, Стасяна и Гоблина, и все такое, не забывайте, ваша жизнь прежде всего ваша, сегодня малый доказал, который свое жирножопие довел до некого абсолюта, что ему пришлось сделать резекцию желудка и ложиться на операцию, и лишний раз он подтвердил, что все мои слова, которые были обращены к этой самой публике, были правдивы, не дайте себе крякнуть от своего обоссанного вырождения, будьте человеками прежде всего для себя, живите свою жизнь, пусть плохенькую, но свою, на этом мы закончим сегодняшний приятный стрим, всем хорошего окончания этого финального дня лета, а у меня еще остались кое-какие небольшие планы, долгие прощания, лишние слезы, покеду всем.